Александр Панчин, агностики, соционика, вакцины от коронавируса. В котором я, психиатр, психотерапевт и немножечко панк, болтаю с разными интересными людьми на всяческие классные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленная моей харизмой гопника, это то, что вы заслужили сегодня. И сегодня у нас в гостях Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», «Писатель» и просто потрясающий... Лауреат премии Дарвина. ...собеседник. Готовьтесь, сегодня будет интересно. Привет, Саша. Привет. Я безумно рад, что я тебя позвал наконец-то, потому что, если честно, у меня... Я не знаю даже, как это объяснить. Стояк. Ну, научпоп. Я очень... Ну, короче, знаешь, берешь такой, у тебя такой, у-ху-ху-ху, но научпоп стоит неожиданно. Я целый день стоял, уже целую неделю, я не знал, что делать. Я думал, надо как-то немножко посублимировать вместе. И вот, привет, Сань. Я понимаю, что я достаточно популярный чувак. И что много кто меня смотрит, читает. Но у меня всегда ощущение, что уровень популярности, например, твой, он, ну, типа, настолько выше, чем мой, что я тебе напишу, ну, и это, типа, будет такое какое-то. Вот, и я... Ну, панченок куда ходит? В общем, долго, на самом деле. И я, во-первых, может быть, даже если мы с тобой не встретились на этой вечеринке, то я, возможно, еще год бы тянул, точно. Я бы ждал и думал бы о том, как тебя пригласить. Не знаю, почему именно вот какое-то очень трепетное отношение, и я немножко стеснялся. Вот. Но ура, мне повезло, и ты здесь. Вечеринка была, кстати, очень классная. Да, ты как, остался там? Я там еще потом остался. Я там потом еще танцевал, там было очень хорошо. Слушай, ну круто. Я бы тоже потанцевал, но мне надо было возвращаться в деревню. Слушай, что с российской наукой? Science, dance. Почему все говорят, что наука прямо у нас в России отсутствует, и никто не верит, как будто бы вообще в это, и у кого я не спрошу, все говорят про свои степени, что это вот просто, ну, надо получить. Папа сказал, мам сказал, я и получил. Ну, это не совсем верно сказать, что в России нет науки. Безусловно, в России есть и очень хорошие ученые, и их достаточно много, и они публикуются на самом высоком уровне. То есть, среди моих коллег есть люди, у которых публикации там в Nature of Science, и они делают очень крутые проекты. Ну да. При этом ощущение того, что в России плохо с наукой, оно складывается по другим причинам. Потому что в России очень большая проблема с, ну, например, с липовыми диссертациями, да, проблема вообще с научными репутациями. Есть огромное количество людей, которые как бы, по каким-то формальным признакам ученые, то есть у них есть научная степень, но при этом они там гомеопаты. Какие? Ладно, они гомеопаты. Или они... Ну, наушная степень, может быть, не по биологии, и тогда быть гомеопатом, ну, не зашкварно. Там, изучают какую-нибудь соционику, или они... Ну, в психологии не запрещено изучать соционику, как я понимаю. Занимаются какой-нибудь там, аюрведой, или что-нибудь там. Такое. И у нас действительно очень много людей... Браузер Мига пишет, то ли дело в западном мире, ну, скорее всего, да, мы найдем огромное количество таких вот людей. Которые публикуются за деньги. То есть есть такая услуга из-за того, что так устроена теперь система финансирования в науке. Более того, кое-где бесплатно и не напечататься. Что чем больше ты публикуешься, тем больше ты получаешь. Да. И не всегда качество твоих публикаций кто-то независимо оценивает, то есть просто есть и есть, то возникает соблазн, в том числе и такой финансовый, чтобы публиковать как можно больше, где бы то ни было. И есть, например, практики очень неэтичные, вроде покупки соавторства или продажи соавторства. То есть кто-то предлагает кому-то вот дани денег, я тебе включу. Но проблема заключается в том, что за границей та же самая хуйня. Ну, сорян, но у вас такие индексы, такие параметры. И многие люди, да, их обходят. Пизык авторов. Ну и вот на фоне вот этого всего плюс... Ну, на самом деле, представители технических наук, причем именно технических, они такую хуйню рассказывали, дикую. как они своими сообществами набивают себе индексы Хирша. Я просто охуевал. То есть вот мы философы, знаете, это как бывает, типа... Привет, бро, привет. Упомянешь меня в своей статье, а я тебя в своей. Да, да, конечно, братишка, конечно. Вот приблизительно такой же процесс в технических науках, например, в металлургии, происходит целыми командами. То есть целые команды друг на друга ссылаются. Ну и вот. Как бы кто-то у кого-то либо покупает, либо просит вот этих массовых цитат, кто-то они массово друг друга цитирует просто потому что... Не потому что интересно, а потому что надо индекс Хирша набить. Да, вот то, что мы видим, я уже упомяну, да, про фейковые диссертации. Вот есть у нас диссернет, который занимается разоблачением тех людей, которые просто взяли, списали диссертацию у кого-то другого, заменили там... А ты этим сам ведь даже занимаешься? Ну, диссертациями... Не, он списыванием занимается. Вот именно там, выискиванием, пугеат, такими вещами я не занимаюсь. Для этого есть люди, которые на этом уже собаку съели. Но я занимался такой содержательной критикой некоторых диссертаций. Вот. Но я не могу сказать, что нам удалось чего-то серьезно добиться, кроме одного... Привет, сообщил он вам. Кроме одной истории. Там была история, где какой-то гомеопат, он вводил эту самую гомеопатию в чакры коровам, ветеринарной гомеопатии. Ну, нет, довольно трудно. Да, даусин все-таки догматическое течение. Но там есть что-то похожее немножко. Ну, ммм... Панчин, как всегда, короче. Куда-то, куда-то не туда он уходит. Ведь проблема на самом деле лежит на поверхности. Она лежит вот в этой самой системе индексов Хирша и прочих индексов, которые влияют на количество вашей зарплаты. Почему ученый, в кавычках ученый, да, вынужден заниматься вот тем, что сказал Панчин? Да просто потому что. Ну, просто потому что вынужден. Просто потому, что ему деньги за это будут давать. Потому что он должен или выгонит его с работы вообще, если он этого делать не будет. То есть он финансово заинтересован в том, чтобы поступать по-другому. Он вынужден искать цитаты. Он вынужден делать так, чтобы его цитировали каким-то образом. Чем быстрее он это сделает и чем больше его цитат будет, тем больше его зарплата, тем выше его положение в УЗИ. И за границей это тоже так. Более того, статьи за границах напечатать их веб оф сайенс там в скопус, они стоят дороже вообще-то. То есть, и я, например, за скопус свой платил. За веб оф сайенс, простите. Я за веб оф сайенс платил. Ну, вот так получилось. Вообще, многие философы, хорошие русские, русские нормальные философы, там, профессора и так далее, они просто по дефолту говорят, что за веб оф сайенс придется, блядь, платить. Никто тебе бесплатно его не напечатает. Все, 100%, 20 тысяч минимум ты отплачиваешь. Классика. Вот, и там вроде как коллективными усилиями удалось. Можем просто собрать рандомную команду из четырех человек, ты пять тысяч и все остальные пять тысяч и просто пишем какую-то статью, кто-то из нас пишет статью и мы ее издаем просто на веб оф сайенс и все, вот у нас есть статья веб оф сайенс. Причем, ты можешь сам не приложить никаких усилий для статьи, просто дать пять тысяч и свое имя туда вписать, чтобы получать индекс тоже с иностранной статьи. Но это окупится хоть в теории, ну, браузер, понимаете, чем больше у вас статей, чем больше у вас материалов, тем больше шанс, что вы поступите там, я не знаю, станете там доцентом, профессором. Станете доцентом, профессором, это будет хорошо, зарплата будет выше, от индекса Хирша еще дополнительно деньги к вам присовокупятся. Более того, чем выше у вас ваши регалии, тем выше шанс, что вы наконец-то пробьете какой-нибудь грант, а гранты даже в философии могут быть там в районе двух миллионов, трех миллионов. Ну, то есть на небольшую команду в год, например, получить один грант на три миллиона и пилить его нормально. При том, что философия это как бы, ну да, я опечатался в иностранных журналах, а там одна статья есть. Короче, смотрите, это буквально так, что вы берете себе два миллиона и не тратите из них ничего практически. То есть в отличие от других исследований по биологии, там, я не знаю, по химии, вообще по каким-нибудь прикладным дисциплинам, где эти деньги нужны и нужны не только для того, чтобы их поделить, а для того, чтобы прежде всего пустить их на исследование, в философии вы ничего не тратите практически. И что, все это, чтобы просто получить деревянное, плюс-минус. Нет, в браузере Амиго, все же рецензирование есть, не пропустят. И в этом проблема. Ну как, в этом не проблема, все нормально, на самом деле, рецензирование, оно все равно есть. Но бабки берут тоже часто, как взносы, такие своеобразные. То есть, понимаете, в чем тут проблема? Это как бы реально способ продвижения с одной стороны и с другой стороны, если вы в каком-нибудь хорошем вузе преподаете, например, в СПБГУ в Питере, да, у вас нет шансов не печататься. Вы должны выдавать определенное количество статей ВАГ в год. Когда я учился, это было 5 статей ВАГ в год. Для того, чтобы защитить кандидатскую, надо было 3 статьи ВАГ. Я на всякий случай 5 сделал. А так надо 5 статей ВАГ в год, иначе вас нахуй уволят по договору. Еще веб оф сайенс вроде бы одна нужна. То есть, вот если вы поленились, если вы не издались, fuck you, fuck you, браузер Омега, до свидания, с работы пошел он. Вот, вот и все. Спасибо, прекрасный творец, вам тоже отличного дня. Все. У меня есть статья в живом журнале, называется коровья чакр или гомеопатов отживающих. Посмотреть, что там было не так с этой работой. Потрясающе. Не, мне просто абсолютно не нравится то, что происходит с индексами Хирша. Я в принципе понимаю, почему люди нарушают правила, потому что их просто нарушать. Вот Панчин сказал, ну это неэтично, это неэтично. Да пошел ты нахуй. Тебя нахуй шлет вся русская наука и вся мировая наука тебя нахуй шлет в данный момент. Что это неэтично. Просто в лицо тебе все ученые сейчас плюнули одновременно, потому что ну блядь, это вопрос эффективности. Это вопрос эффективности и все нарушают правила. Вообще все нарушают правила. Это такая система. Все, ну там короче сразу вам дают вот вам параметры и сразу понятно как нарушить правила. И все их нарушают. Добро пожаловать. А кто не нарушает, тот сосет бибу. Простите. Что это название для панк группы. Ну в общем эту диссертацию. Индекс Хирша это коэффициент, который в общем-то состоит из двух важнейших параметров. Это во-первых количество статей, у вас должно быть определенное количество статей, изданных на определенном уровне, ну в общем-то на определенном уровне журналов. Например, в России индекс Хирша высчитывается даже по ВАКам. Вот ВАК-журналы есть, есть ВАК, есть Скопус, есть Web of Science. Если вот в этих журналах у вас есть какие-то статьи, их учитывается их количество и количество цитирований на эти статьи. Смотрите, чтобы получить индекс Хирша один, у вас должно быть так, что на одной статье есть одна цитата. одна цитата на одной статье. Индекс Хирша будет один. Чтобы индекс Хирша стал два, вам необходимо, чтобы у вас на двух статьях из всего списка было две цитаты. На каждой из этих, на каждой из этих статей, вот у вас есть одна статья с двумя цитатами и вторая статья с двумя цитатами. Индекс Хирша два. Чтобы индекс Хирша был три, вам нужно, чтобы у вас было три статьи, на каждой из которых по три цитаты. И так далее, так далее до бесконечности. Вот, соответственно, индекс Хирша высчитывается приблизительно таким образом Если у вас есть 50 статей, на каждой из которых минимум 50 цитат То у вас индекс Хирша равен 50 Чем выше индекс Хирша, тем вы якобы круче, тем лучше, тем больше вам привилегий Может отдаваться и в зарплатном смысле, и в смысле принятия на работе И так далее, и так далее, и так далее Какая-то математика с подвохой? Ну да, и поэтому люди массово пытаются ссылаться друг на друга Дают статьи какие-то определенные, на которые надо ссылаться То есть смотрите, вот, блядь, мне не хватает в индексе Хирша на этой статье 5 цитат Давайте я заплачу или куда-нибудь попрошу, чтобы 5 раз на меня сослались И все такие, да, окей, нам похуям, ты все равно тоже на нас ссылаешься, окей, поехали Ну вот и все Вроде бы коллективными усилиями удалось на каких-то этапах ее утверждение зарубить А что происходит, когда через диссернет находится диссертация плагиаченная? Что происходит дальше? Вот идут куда люди? В суд? Или куда направляются эти бумаги? Нет, ну есть такая форма, называется ЗАУС Заявление о лишении ученой степени И вот люди из диссернета, они такие формы пишут И дальше должно пройти рассмотрение этой диссертации, повторное ее рассмотрение А кто ее рассматривает? Ну вообще, я вот всех технических деталей этого процесса не знаю, потому что сам я в этом никогда не участвовал Этим занимаются вот люди из диссернета, я просто слежу за их деятельностью Но они неоднократно добивались того, что в диссертации отзывались В степени отзывались, диссертации признавались фигней Ну то есть в принципе это деятельность, которая в итоге приходит к чему-то Да, приходит к чему-то, хотя есть, конечно Ну браузер, это как бы это из еще один из параметров, по которым я критикую науку То есть, с одной стороны, я критикую саму, как бы, методологию Мне кажется, она сомнительной А с другой стороны, на практике-то оказывается, что наука не идеальна И она не следует этой методологии в абсолютной степени И эта методология нарушается И многим просто поебать Некоторые пишут статьи от балды просто Потому что им приходится писать статьи Ну вы подумайте, сможете ли вы провести 5 охуенных исследований в месяц, например О, в год, простите, в год Да нет, наверное, у вас времени не хватит, возможно, скорее всего То есть, не всякий ученый, не всякий хороший ученый Сможет провести 5 достаточно хороших исследований Соответственно, он либо копирует исследования свои же Несколько раз, немножко их изменяя Либо, ну, нарушает правила настолько Насколько только можно Просто пиздит об экспериментальных данных, которые он не проводил Например, да То есть, просто пишет текст, который ни на чем не основан Просто правдоподобный текст делает Чтобы защитить непосредственно статейку Вот вам и все, вот вам навука Навука на практике, она вот так будет работать Из-за индексов Хирша Ну, ну да Да, вот вам практические содержания науки Оно еще хуже на самом деле Там подводных камней еще больше Там больше всяких нюансов и больше всяких вещей За которые можно науку попинать Даже с точки зрения научной этики И с точки зрения научной методологии даже Вы можете науку с помощью науки разнести То есть, идеальная наука и настоящая наука Очень разные вещи Кейсы, когда ни к чему не приходят Когда, несмотря на совершенно очевидные доказательства того Что диссертация списана или просто не является научной Что там есть прямой плагиат То есть, нарушение там каких-то базовых научных принципов этики И все равно ничего с этим не сделаешь Ну, кстати, вот очень характерный пример Была история с диссертацией патиологии Это не связано с диссернетом И там было две громких истории Одна, самая первая диссертация патиологии Павла Ходзинского Там человек просто написал Что среди методов, которые он использовал научных Вот он использовал этот личностный опыт веры И вот, и после этого рассматривать диссертацию как научную Мне кажется, уже не стоит Почему? Ну, я замечу, что почти во всех гуманитарных науках Включая филологию, прежде всего филологию Имеются такие методы, которые ни в одной из других наук Якобы наук, да, не используются И при этом все равно по филологии степени получать можно Вообще, весь спектр гуманитарных наук Базируется на нематематических методах И не на методе проверки теории И так далее, и так далее, и так далее И на оценку произведений может влиять личное восприятие То есть, если бы по-честному Если бы филолог писал, откуда он что-то там взял Среди всех методов у него был бы похожий метод Личностного восприятия текста Вообще, в принципе, для германефтики Как для дисциплины Это личностное восприятие является Ну, фундаментальным источником И от него просто так не избавиться И ввиду этого, да, гуманитарные дисциплины Они вот в этом во многом и плавают И с этим ничего не поделать, дядя, прости Можешь убрать весь гуманитарный спектр? Ну, там было много еще других вопросов К этой диссертации было написано много Отрицательных рецензий, но все на это забили Но что интересно, есть научная критика Но есть еще формальная критика А именно, что там они незаконным образом сменили специальность Это вещь, за которую в любой нормальной специальности Ну, в любой области, скажем, в моей области Просто по техническим причинам Они вдавались в суд диссертации Заставили бы переделать Даже не важно, теология это Не важно, биология, математика Просто вот есть техническое нарушение Поэтому мы подали апелляцию Когда диссертация степень присудили Мы подали апелляцию, что у вас вообще-то Помимо всего того, что вы тут Поигнорировали всю критику Есть еще техническая проблема, которая должна Сама по себе, самодостаточная Для того, чтобы это все не засчитать Вот, на что Ну, и сроки подачи апелляции Типа там, месяц, по-моему, или что-то Вопросы, кого хера Панчин это делает? Ну, то есть Панчин, он теолог Он имеет вообще компетенции для разбора теологических работ Мне просто казалось, что Панчин Это такой человек, который в меньшей степени Имеет подобные компетенции Вообще, в принципе Вроде, несколько месяцев Сейчас уже не помню точно Если бы я писал, в общем-то, заявы на работы по биологии Типа, у, блядь, биологи дураки Ничего не знают, ничего не понимают Вот, но биологи, наверное, в своей специальности понимают Я просто их специальность критикую обычно Да, то есть методологию вообще всей науки я обычно критикую И в этом смысле это как раз и есть моя специальность отчасти Если так подумать Ну вот в чистом виде, например, критиковать биологов За то, как они проводят работы Я бы не стал просто по той причине Что у них как-то там по-своему принято Я могу полностью ошибаться И немножко не попасть в критику Ну очень быстро, то есть в самые сроки Но оказалось, что степень присудили Просто вот почти моментально И критика, если ответ на критику заключается в том Спасибо, Панпич Мы не будем рассматривать вашу апелляцию Потому что мы уже присудили степень Хотя апелляция подана по закону в срок Это вопрос о том, что вот это вот Продвижение этой области Оно политизировано Оно поддерживается на высоком уровне Да нет, может быть просто решили пока что принять Пока работ, может быть намного лучше Там патологии не было Ну то есть в принципе Дисциплина, как говорится, молодая Только начала становление свое Только-только вот на ноги встает Набирает своих специалистов И ей нужно каким-то образом Постепенно, в общем-то, работать Не может, не может, не может Не может она брать и сливать все диссертации И поэтому, как бы ты ни критиковал Как бы ты ни аргументировал свою позицию Ничего ты не добьешься Собственно, вот там была вторая диссертация Которая была защищена Там просто были, например, фотографии Взятые из каких-то левых источников Которые, где не было указано Что это фотографии взятые из других источников Мы нашли источники этих фотографий И написали, у вас здесь просто есть пугеат В диссертации Или, например, там был список литературы В котором отсутствовали те статьи На которые ссылаются авторы Вот, причем массово Ну, интересно Ну, формальные принципы, да Они должны быть соблюдены, конечно Согласен с Панченом Ну, это одна диссертация Жалко, что не отозвали А должна быть отозвана Ну, и вот такого рода вещи Тоже, как бы, там были стержательные пункты критики И были формальные Формальные, в принципе, достаточно для того, чтобы Эту диссертацию не пропустить Согласен Ну, всем пофиг Вот, то есть Им настолько наклевать Ну, проблема заключается в том Что в гуманитарных дисциплинах Часто бывает Что всем действительно пофиг Ну Ну, то есть Иногда могут пропустить Даже с формальными ошибками И это нормально И я видел много диссертаций Пропущенных Которых были формальные ошибки Сорян Ну, просто Если мы будем судить По тому, как Панчен говорит Мы можем сливать многие вообще дисциплины к чертям И все И они уже не будут работать Просто, опять же, следует понимать Что в гуманитарных дисциплинах Особенно, где герменевтика используется Мы можем, в принципе Подойти с меньшей формализацией К данным проблемам И люди, что самое главное Подходят с меньшей степенью формализации Это, то есть, считается более-менее допустимым Как бы То есть, что бы они ни написали Что бы они ни сделали Как бы криво они это ни сверстали Все примут Потому что нужно Чтобы защищались Вот по теологии Ну, я думаю, постепенно Это все будет Ну, строже становиться Я не знаю о том, как определить Я не знаю Вот вам нравится этим заниматься Занимайтесь И, конечно, от этого дико пригорает Потому что Ну, как так, господа Ну, однозначно Вы хотя бы попытаетесь сделать так Чтобы это прилично выглядело У меня, знаешь, какой вопрос возник Вот с учетом всей этой активистской деятельности Тебе угрожает? Ну, были случаи, когда Было что-то похожее на угрозу Недавно была очень смешная история Мне написал человек Я не уверен, что это настоящий человек В смысле, что Ну, любой человек может И что угодно написать Ну, конечно Вот Человек представился Что, а, кстати Что он психиатр Фух Ну, хоть не абсолютный скептик И что он Член Единой России И спросил меня Перед этим Сначала он меня спросил Как я отношусь к вере в Бога Я сказал, что я не верю в Бога После этого Вот он представился И сказал мне Что Вот Как же я такой неверующий Если даже наш президент верующий А президент Аргумент 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 Наверное, знает больше тебя Потому что Ну, он же президент Ему там спецслужбы все докладывают И, видимо, ему доложили Вот О том, что Всевышние такие существуют Да Я говорю, знаете Ну, как бы Вообще-то наш президент Еще ниточку на руке носит волшебную Вот Я прошу прощения Что касается политической темы Ну, просто это было очень смешно Ну, я когда мне пытается Кто-то меня пытается На меня наехать Или как-то задеть То я начинаю Ну, троллить обратно Вот Я говорю, конечно А вот вы ниточку носите Как президент Ну, он же Наверное, ему доложили Это игнорирует И говорит Ну, вот наука Что-то всего Не может объяснить Я говорю Ну, вот смотрите Вот вам ссылка на фокус И скинула ему на передачу Панентелор Фуас Это где Двух великих фокусников Третий фокусник пытается обмануть Показав вам фокус Который, я не знаю Как он сделан И там был человек Который их обманул Вот объясните Как этот фокус сделан Ну, типа Наука же Ну, почему-нибудь Объяснить не может Вот это вот объяснить Я не могу объяснить Значит, наверное, это магия Настоящая Вот Вот он это тоже игнорирует Дальше пишет Знаете Вот были же И дальше перечисляет Типа вот Политковская Березовский Литвиненко Ну, вот хотелось бы Они все тоже были Говорит Атеистами Хотя Немцов Ну, в общем Перечисляясь всех Политически Ну, не будем сейчас Во всей подробности удастся В общем, людей Которых убили Вот Типа Вот было бы плохо Если бы с вами случилось Не одобряем такую хуйню, конечно Ужасно Ужасные намеки То же самое Ни на что не намекаю Вот они тоже в Бога не верят Я такой, что думаю Чувак, ты вообще охренел Вот Я от него поржал А он меня заблокировал Ты не стал обращаться В там Следственный комитет Или что-то У меня есть Друг Который работает В следственном комитете Вот Я ему просто попреков Рассказал Он говорит Типа Ну, мало ли Куй придурки Че пишет Типа А, то есть Никто будет разбираться Ну В этой ситуации Я сам не вижу смысла То есть Ну Может только это пранкер Просто Не, вполне возможно Конечно Но просто С учетом Количества Просветительского Материала Который ты даешь Который Ну, абсолютно На мой взгляд Никак не Встраивается В современную систему Координат нашей системы Конечно Неудивительно В смысле не встраивается У нас вполне Сиентическая система Неожиданно Ну То есть Весь мир Сиентичен У вас У нас в школах Проходят науки Блядь С утра до вечера С начала жизни И до конца жизни В университетах Науки Проходят Чувак В смысле Не встраивается В смысле Блядь Не встраивается Алё Проснись У нас гранты У нас гранты На миллионы Пилят Просто ученые Вот так вот Пилы огромные Гигантской пилой Херачат Эти гранты Гигантские Огромные Может быть Не такие огромные Как в США Но нормальные Нормальные Гранты Нормальные Хорошие Что это происходит? Ну в принципе Мне как бы Часто приходят Комментарии В духе того Что типа там Сдохни падаль Вот такого типа А ну так и мне тоже Пишут Причем Они не понимают То есть Когда они в личку Такое пишут То окей А когда они это пишут Публично Они как будто бы Не понимают Что грубо говоря Скажи мне Кто твой враг И я скажу Кто твой друг Ну например Если настолько Неадекватные люди Бомбятся от тебя То это наверное Очень хороший Показатель того Что ты делаешь правильно И в том числе Для окружающих Потому что если люди Которые так выражаются И которые У них отсутствует Вообще социальный интеллект Что они могут написать Человеку публично Сдохни падаль Вот То наверное Наверное Да тот кому это пожелали Наверное Это плюс ему Как бы в карму Как бы Наверное он Правильных людей разозрил Я подумал Что было бы прикольно Если бы это написали Под видео Глубоко верующий человек А такое тоже бывает Слушай Ну ладно Давай вернемся к науке Что сейчас нужно Чтобы получить Научную степень В России То есть можно Ну мы уже с тобой Поговорили Что можно ее вроде как Почти купить Можно ее Ну как-то там Вписаться там В соавторство Или что-то сделать Не знать Че блять Вписаться в соавторство Что ты за хуйню несешь Чуваку Какую хуйню ты несешь Ты плохо слушал В то же время Есть люди Которые получают Ну как бы По обычному По старинке С действительно Важными исследованиями Насколько люди Ну как важными Какими получится Короче Важными исследованиями Да На ГГ и ВК Буду смотреть Фильм Действительно Так и есть Для людей это важно Потому что ведь Все вокруг О чем мы сейчас говорили Это как будто Обесценивает Создание Ну какого-то Вот этого научного Блять Два человека Купили Ебаную диссертацию Все блять Обесценена Степень Пиздец Просто Просто Ууууу блять Все обесценили Нахрен Нее 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 Не значит Какой социальный интеллект Браузер Забейте Все Конец Все Зенд Ребят Ко финиш Финиш кем фонда и защиту диссертации в этом и досада что я помню тебе писал свою диссертацию и сколько на это потребовалось силой времени но я бы заметил что я бы панчина лишил диссертации только по одной причине он плохо знает философию которую должен знать у него был экзамен по философии науки это один из кандидатских экзаменов в том числе вот без него без него защитить степень невозможно у панчина знания по философии науки на нуле он ничего не знает по философии науки он очень плохо владеет материалом даже когда он критикует кого-то вроде бы он слышал про фейробенда и что-то даже отрывками читал он плохо понимает о чем идет речь и к сожалению и к сожалению ввиду этого до необходимо на мой взгляд лишить панчина непосредственно степени потому что он плохо владеет одной из фундаментальных дисциплин которые он должен знать вот вот у меня какая аргументация в данном случае вот у тебя есть две дисциплины ты должен знать английский язык более-менее да должен им владеть уметь писать читать на английском нормально чтобы это было с одной стороны с другой стороны у тебя есть экзамен по философии науки если ты ученый если получил кандидатскую причем не так уж и давно значит ты должен владеть определенным материалом ну или хотя бы не проявлять свое отсутствие владение данным материалом то есть если ты ну вот совсем не знаешь философию науки ну молчи молчи-молчи-молчи-молчи-молчи забей забей не надо не надо там критиковать вот этих ребят вот тут их должен был изучать мы поняли что ты не понимаешь их но не надо их критиковать потому что ну вот в отличие от критики теологии астрологии соционики и прочих дисциплин которые панчин критикует единственная дисциплина по которой у него был полноценный предмет в университете это во-первых философия ну ладно плевать на философию это один из курсов и философия науки если уж ты по философии науки которая была кандидатским экзаменом допускаешь ну колоссальные ошибки в своей критике есть подозрение что-то вообще зря получил свою степень ибо один из основных экзаменов ты проваливаешь каждый раз да просто у васика сбомбила что гегеля не понимает а потом вдовесок жопку разорвал от фейрабанда есть так у алистер не ну просто если так подумать если так подумать это действительно крайне специальный специфический экзамен по философии науки которые сдают ученые они должны его сдавать вот вот вы сдаете 333 экзамена английский язык пригодится чтобы писать статьи вы сдаете философию науки и вы сдаете специальность 3 экзамена всего-то три экзамена как бы основных кандидатских которые вы в общем то берете весь видос заказали сергей то есть всего лишь три всего лишь не так уж и много на самом деле от вас многого даже ну не спрашивается ну знаете немножко там про галилея там про ньютона немножко знаете знаете немножко про там попперов всяких там алака то совку на фейрабандов даже холтона вроде не все проходят холтона можно забить там много на кого можно забить еще может немножко провинский кружок там знать обязательно что там такой верифицируемость что это вообще такое как она работает как там складывать предложения нам предлагали верификационисты и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это не так уж и сложно, если так подумать. Это не самый сложный предмет, не так много персоналей, которые там участвуют. Ну, конечно, сильно подробно разбираться сложно, 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 сложно. Но я понимаю, что Панчин давно это сдавал, но подтянуть данную тему все-таки можно было. Один из основных курсов, как-никак. Ну, чтобы сделать диктацию честным образом, да, во-первых, нужно написать несколько научных публикаций, публиковать их в хороших, ну, или, по крайней мере, приличных научных журналах, которые докатируются. Ну, и дальше сама диссертация, которая... Стоп, а как же кандидатские экзамены? Как же кандидатские экзамены, почему ты пропустил? Вкладываешь очень много. Без кандидатских экзаменов ты не сможешь защитить диссертацию, а вот ты как-то смог. Как-то у тебя получилось на халяву получить пятерку или четверку, или что-то там, или тройку, я не знаю, что-то. Получить что-то по философии науки, я бы тебе два поставил. Очень много сил и энергии. Ну, ладно. Вот, мы с моим однокурсником параллельно писали диссертацию. Вот, если бы я был преподавателем, и мне бы разрешили вести предмет по философии и науке, я бы просто ебал бы этих ученых, всех бы поочередно. Просто, смотрите, по обычному экзамену по философии я бы спрашивал довольно лайтово, на самом деле, потому что моя цель заинтересовать. А вот ебаных ученых, чисто из-за своего огромного ресентимента и ненависти к ним, я шучу, у меня этого нет, на самом деле. Я бы реально просто очень-очень активно и очень хорошо спрашивал, потому что всегда в итоге оказывается так, что всякий ебучий сиентист начинает критиковать философию и часто не понимает самого главного философии и науки. То есть эти люди оказываются безоружны в своей критике, хотя думают, что они дохуя умные, дохуя крутые, дохуя всех сейчас разъебывают в данный момент. Я такой умный, я крутой. Вот, то есть, вот я бы серьезно очень активный и очень жестоко спрашивал именно по философии и науки бы. Хотите кандидатскую, придется защищаться, ребят, простите. Он свою, я свою. Вот мы просто чуть ли не каждый день, чтобы делать это было интереснее, потому что это очень сложно. Мы, значит, ходили в Starbucks, вот, и сидели там много часов подряд и контролировали, то есть мы друг не отвлекались, то есть мы сидим внутри у друга с ноутбуками, пишем не секретации, и типа так ты залез в ВКонтакте, ха-ха-ха, вылезай, и так, блин, да, хорошо, это, вот, чтобы не отвлекаться. Это уже, когда сам текст пишешь, что после того, как... По культурологии можно писать про Вархаммер вообще на вопросах. Исследования сделаны, ну, или завершаются. Вот, в общем, а тут как бы выясняется, что да, кто-то заплатил там пару тысяч баксов. А, даже это не очень дорого получается, ну, относительно. Ну, я не знаю, если честно, там расценок, но я видел всякие объявления, постоянно приходит типа спам какой-то такой. Вот, там не то, чтобы какие-то суперцены. Бывает же, это знаменитая история, кстати, ну, на тему вот того, как можно публикацию получить. Михаил Гельфанд, он троллил один журнал, он назывался «Журнал молодых аспирантов и докторантов», в таком духе, который предлагал, как раз, ваковские публикации, там, по одной из специальностей. И они взяли текст, написанный генератором случайных текстов на английском языке, перевели на русский язык автоматическим переводчиком, разработанном в нашем институте, назвали статью «Корчеватель. Алгоритм модификации точек доступа». Вот, и подали в этот журнал. А там, ну, там нужно денежку заплатить, чтобы статью взяли. Вот, в итоге на эту статью, там формально должно быть рецензирование, но пришла положительная рецензия. Причем осмысленная. То есть, это не то, что бот написал, типа, все замечательно. А там было, типа, вот, вот эта тема, название темы, она очень такая-то. Нашел там какие-то орфографические ошибки. Вот это, пожалуйста, поправьте. Вот это вот место не очень понятно. То есть, человек это прочитал, он не понял, что это бред полнейший. Приветствую, Ирина. Кто разбирается плюс-минус в научных... Не, на самом деле, рецензирование, оно имеет место и во многих журналах, так что, ну да, нормально. Но обычно рецензирование проходится нормально. На публикациях? Ну, человек, который, по крайней мере, иногда читает. Ну да. Но, с другой стороны, я замечу, что рецензирование, оно все равно крайне субъективно. То есть, в принципе, многое зависит от того, какую тему вы выбрали. Ну, например, все мои статьи по Хайдегеру и вообще истории философии, вот такого вот очень стандартного формата в духе «я пишу про Хайдегера», «я пишу про Слоттердайка», «я ссылаюсь на Хайдегера», «я ссылаюсь на Слоттердайка», они все вошли на ура. И рецензенты просто 5 баллов по всем статьям, тема охуенно, там, содержание охуенно, все охуенно, ты такой крутой, ты такой классный. А как только удаляешься в рассуждение на какие-то философские темы и вопросы, в среднем, ну вот в русских, в русские рецензенты, они скорее стремятся к тому, чтобы занизить вам баллы. То есть, смотрите, приблизительно в один и тот же год я издал, допустим, две статьи. Статьи на e-library можно почитать. Александр Шадов, скорее всего, записан от СПБГУ, ну, может быть, нет уже сейчас, но скорее всего, как СПБГУшник я записан, можете там посмотреть. Ну, вот, соответственно, статьи, которые написаны про Хайдегера и про Слоттердайка, они у меня базовые получилось так, они крутые, пятерочки везде, по всем параметрам. Все, короче, критики, рецензенты рады. А были статьи, которые, ну вот, по философским проблемам и с меньшим количеством ссылок на всяких Хайдегеров, Шмайдегеров и меньшие истории философии. Там больше рассуждений, с ссылками, конечно, с нужным количеством ссылок. Но при этом они более про рассуждение, более про доказательство той или иной позиции. И за эти статьи я получал меньше баллов. Тем же языком написаны, тем же автором написаны, в тот же год написаны, соответственно. При том, что я видел, что многие доктора наук позволяют себе подобные статьи писать, я замечу. То есть я это не просто так выдумал, я это не сам начал писать, не по своей инициативе. Я смотрю, опа, есть похожие статьи от докторов наук, их печатают, этих докторов любят. Попробую-ка я тоже написать что-то похожее. И тут просто начинается шквал всякой критики. Здесь тема непонятна, там вот это вот неизвестно, там ссылок что-то недостаточно. Хотя ссылок столько же. И ты такой, окей, хорошо. То есть на самом деле очень субъективное оценивание ведется, на мой взгляд, крайне субъективное. И по тем параметрам, по которым ну, можно было бы на самом деле, ну, не знаю, посвободнее сделать что ли. Особенно в философии допускается это делать посвободнее. В общем, в общем, рецензирование есть. Рецензирование порой довольно суровое. И при этом оно слишком суровое из-за того, что оно именно субъективное, к сожалению. А по философии пишут очень разного рода статьи с очень разным содержанием. И особенно если вы доктор наук, оно у вас может прокатить довольно просто. Никто, кстати, связи не отменял с журналами, так что, знаете ли, так что, знаете ли, на ваше закрытое цитирование, на вашу закрытую проверку статьи вам могут показать, как бы, вы можете просто знакомствами отметить и сказать, а вот я здесь. Я единственный специалист, кто по данной теме работает, и почти все специалисты, которые близко, осознают, что это моя статья, и мне все равно меня пропустят, например. Или я просто скажу, Вася, что ты же там рецензент, да, можешь мне пятерку, короче, там везде поставить, я буду крутым, короче, патей. Все. То есть, слепая проверка, она почти всегда не слепая. Если Панчин, ну, отрицает это, ну, просто, ну, ну, не шарит, короче, бывает. Все, когда говорят наука, ну, все, я имею в виду, условное научное сообщество, врачи, например, с кем я общаюсь, мы всегда говорим про США. Почему там вся передовая наука, и почему нельзя... Ну, я бы, кстати, не сказал, что в США вся передовая наука, потому что я под наукой понимаю исключительно теоретическую деятельность, этот раз. США очень инженерная страна, так скажем, как и СССР, например, была очень инженерной страной. И, на мой взгляд, это не совсем наука, это нечто немножко другое, ну, не хуже науки, может, даже и лучше науки что-то, да. Ну, это, это такая, знаете, ну, на практику нацеленная, в общем-то, что-то. А наука нацелена на познание с помощью создания определенных теорий, моделей и так далее, так далее, так далее. Если мы будем рассматривать науку с такой позиции, может неожиданно оказаться, что США даже не первая страна в мире, может быть, какие-то европейские страны по уровню науки будут отдельно обгонять США, потому что, ну, многие известные теоретики не американцы. простите, известнейшие теоретики в мире чаще всего даже не американцы. Чаще всего это какие-нибудь, там, не знаю, немцы, англичане, там, вот что-нибудь вроде того. И это как-то нормально, в общем-то, приедается. Когда пока в Америке самые мощные технические вузы, с одной стороны, да, ну, теории почему-то американцы предлагают немножко, ну, реже своих коллег, хотя специалистов там на порядок больше. Вот мне как раз наоборот кажется, что США всегда было более-менее так заточено на практическую реализацию своей деятельности, и поэтому науки там всегда было немножко меньше, чем в других регионах, просто потому, что это, ну, США было меньше нужно. Сделать такое у нас, что этому мешает, в Америке есть и гомеопаты, и остеопаты, и все на свете, и точно так же, там, не знаю, в Европе, в Германии, мне пишут мои знакомые, что вот я сижу там, онколог, и у меня в соседнем кабинете сидит остеопат какой-нибудь, и даже... Ну, американцы, они за счет чего, они в том числе прокачались, почему они такие классные в итоге, почему это сверхдержава, как раз потому, что они на практику много опирались, они пытались создать практики больше. И вообще у них, как и с философией, у них одна из основных философий, это просто прагматизм. Прагматизм, ну, на мой взгляд, он максимально антинаучен. То есть, прагматизм есть суть одной из направлений антисиентизма, потому что прагматизм отрицает познавательную деятельность научного метода неожиданно. То есть, научный метод нужен постольку, поскольку он дает некие практические результаты, но также результаты дает и религия, результаты дает еще что-то практически, поэтому наука как бы бери в рот, там, ты со своими воебонами на познании мира сосать, короче, наука, сиди на месте. Это вполне антисиентический заход на самом деле. Ну вот. Ну и иногда прагматики называют, не знаю, наукой не науку, что-то вот там другое, типа практики. Вот, например, мы занимаемся инженерной деятельностью, это наука. Окей, медицина, это наука. Это практично, наука хорошо, и только в таком смысле наука хорошо, и практично, и бесспорно. А настоящие науки, ну, обычно они дают немножко прикурить. Ну, пирс, например. Мир, я не знаю, Джеймс, короче. Много американских таких. Я тоже не считаю, что американские философы, они очень крутые и интересные. Но у них прагматическое крыло сильное, аналитическое крыло у них неплохое было. То есть, у американцев, у них такие дискурсы, знаете, знаете, такие, которые я не очень сам люблю и уважаю, но они есть там. Они есть в каком-то виде. Ну, Америка, на мой взгляд, как и Россия в философию. Довольно вторичная страна, которая в основном черпает мудрость, в кавычках мудрость у других, из других источников. Ну, она более практически ориентирована при этом. И это видно даже в тех философских течениях, которые доминируют в Америке. Где-то страховые могут оплачивать какие-то такие недоказательные методы. Почему, тем не менее, в США столько публикаций, и все журналы практически самые топовые там, все ученые самые топовые там, все русские ученые самые топовые уезжают куда-то там, в Стэнфорд и походят. Ну, где больше денег, там и больше ученых, короче. В кавычках ученых. Все просто. Че тебе? Почему, блядь? Потому что деньги. Уже университет преподавать. Придумал. Че сделать, чтобы в России было так же? Плати, блядь, деньги. Что сделать, чтобы было в России так же? Сделай экономику, как у США, и вкладывай в науку столько же, как в США. И плати ученым столько же, как в США. У нас будет столько же науки и столько же ученых, как в США, чувак. Ау, блядь, проснись. Ты тупой, ты тупой? Че за вопрос? По-моему, все очевидно. Ну, во-первых, да, в США наука финансируется намного лучше, чем в России. То есть, ну, чтобы вы понимали... Ну, США и может себе позволить финансировать науку лучше, чем в России. Это уже еще один сверху вопрос. То есть, вы не можете просто так взять, вжух, и наука в России стала как наука в США. В кавычках наука, вы понимаете. Сейчас мы в их смысле используем слово наука. Ну, вот. Просто вжух, блядь! И не, не получается. Надо экономику качать неожиданно. Да, и перераспределять экономику, в том числе, в русло науки, чтобы наука стала такая же. Ну, у нас зарплата какого-нибудь рядового кандидата наук, ну, аналога кандидата наук нашего в США, ну, будет, там, не меньше трех тысяч долларов в месяц. Кран ТРНФ Российского научного фонда. Ну, вот, у меня не было примеров, по крайней мере, вот в области, там, естественных наук, чтобы не подалась какая-то история, чтобы вот выдали грант на какую-то, там, откровенную ерунду. То есть, в основном, тоже достойные коллективы. Но, тем не менее, все равно, есть еще и другие источники финансирования, есть много примеров, прям, целых организаций околонаучных, которые занимаются. Все-таки мировой язык науки английский. И поэтому есть некоторые, не знаю, некоторые бонусы у американских ученых в том, что им нужно публиковаться на родном языке. У нас многие люди принципиально, или потому что не умеют, не хотят публиковаться на английском, в этом проблема, потому что они, как бы, отрывают себя от международного научного сообщества. Это значит, они отрывают себя от независимой критики. Это очень важно, потому что тут ты тусуешься в тусовочке своих друзей, как бы, вот, есть небольшой коллектив людей, которые в твоей области вы все друг друга знаете, все друг с другом дружите, за бутылкой водки обсудили, а как вас похвалят в очередной рецензии. Ну, условно. Когда вы пишете статью в международный журнал, то там будут люди, которые живут в другой стране, которые вас лично не знают, и до вас лично им нет никакого дела, и они будут более предвзяты, в смысле, более объективные. Они будут по содержанию вас критиковать. Вот, что тоже очень-очень важно. И в итоге получается, что вот есть такая прослойка не самой качественной науки, которая некачественна, потому что она просто эволюционирует не в оптимальных условиях. Вот. Ну, можно много таких факторов перечислять. То есть в России ожидать, что будут какие-то улучшения на данный момент серьезные, не стоит? Нет, ну, улучшения есть. А, динамика есть какая-то, да? Нет, ну, мне кажется, что и зарплаты в науке потихоньку растут. А сколько сейчас получает человек, который занимается наукой? Это очень... Научный сотрудник. Это вопрос, но статистики у меня нет, это вопрос очень, как бы сказать, настолько высоко социальное неравенство в науке, что один человек может получать 15 тысяч, а другой человек может получать и 300. Согласен, кстати, есть такая проблема. 400 и больше. Ну, все зависит от конкретного человека. Если человек является заведующим лабораторией... Так мы и так ускорили, Суп. В Скулково. Вот. У него будет одна зарплата. А если человек является младшим научным сотрудником... Вячеслав пишет, да-да, панчат пиздец. У нас чуть ли не все публикации в Скопус идут через знакомых или авторитетных соавторов. Кстати, согласен. В философии тоже такая проблема имеется. Ну, вот у нас по специальности. И непосредственно для Скопусов, ну, просто обычно выгодно, чтобы у нас был какой-то соавтор, у которого есть связи с журналом каким-нибудь заграничным, и мы вместе там проплачиваем там бабки, чтобы напечататься в Скопусе каком-нибудь рандомном. Ну, причем по философии вроде бы даже не особо подразумевается, что вас будут круто рецензировать, вам обязательно деньги надо платить. То есть проскочить чисто на качестве статьи, по-моему, по Скопусу философскому, ну, вообще нельзя. Я могу ошибаться, я могу ошибаться, но мне такую функцию никогда даже не предоставляли, так скажем. Я даже пока что не пробовал. То есть у меня в Web of Science одна статья, только лишь одна, только лишь одна статья. И вот есть подозрение, что нет. Я бы послушал, на самом деле, специалистов, которые часто с философа в Скопусе печатаются, например, Скопус в Web of Science, было бы интересно узнать, есть ли у них опыт бесплатного, ну, вот, напечатания статей. Может быть, по всему миру проблемы такие. А Скопус – это не один журнал, это уровень печати, считайте, как и ВАК. ВАК – высшая аттестационная комиссия в России, да. То есть это журналы, журналы из разряда ВАК – это те журналы, которые, ну, в общем, прошли комиссию условно. То есть они имеют достаточно высокий уровень по России. А есть уже мировой уровень, типа журналы Скопус и Web of Science, то есть тоже международный уровень, это вот общемировая такая наука, и там все печатаются. Ну, в Афганском институте то у него будет совершенно другая зарплаты. Это тоже проблема. Ну, то есть прям 15 может быть. Ну, у кого-то может быть 15. У кого-то может быть и 10, на самом деле. Да уж. Окей. И тут есть такой момент, что наука – это же… Ну, язык, скорее всего, Вячеславов. И, как бы это сказать, в науку в основном все-таки… Ну, какие? Те, кто идут в науку делать науку, а не списывать публикации, да, они идут к ним, это любопытно. У них есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. И поэтому они могут соглашаться, работать даже в условиях непривлекательных финансово, потому что… Ну, а как еще? То есть они просто не нашли способ как им удовлетворять свое любопытство иначе. Конечно. Да, но это, мне кажется, есть и не только в России, ведь. Очень много у меня знакомых, кто говорит, что в Европе, например, вообще, ну, типа, по 24 часа буквально работаешь несколько лет до того, чтобы тебе там доверили какое-то исследование, например, самостоятельное, и ты уже смог защищаться. И, типа, там нет коррупции, но с другой стороны есть вот это вот обожествление профессорского состава, которые могут творить, типа, что угодно. С каким Алиханом? Который у нас в чате? Он что, известный стример, что ли? И вот они находят для себя выход, например, что кто-то занимается наукой и параллельно работает. Ну, конечно, вот, преподают, наверное, многие. Ну, кто-то может преподавать, кто-то может пойти, ну, например, если ищут по биологии, да, то некоторые идут параллельно работать, там, фарм, например. То есть человек делает в научном сути научные проекты, параллельно в какой-то фарм-компании занимается какой-нибудь разработкой. Ну, да, кстати, как вариант. По поводу веры. И это вообще болезненный вопрос, потому что я, ну, такой достаточно, ну, недостаточно, а очень я толерантный человек ко всему. И в большинстве случаев, когда я касаюсь вопросов веры, я стараюсь учитывать то, что для многих людей это важная какая-то история в плане просто убеждений даже. И что, ну, не то, чтобы я могу кого-то обидеть, но как будто бы люди могут из-за этого потерять возможность получать ту информацию, которую я даю. Ну, типа, потому что я там обосрал их бога. Это позиция Кукарева Сагана. Ну, возможно, да. Он писал про то, что нам нужно объединять как можно большее количество людей патонами и в науке, примерно такая у него была идея. Ну, вот, да, здесь... Охуенно. Ну, и так уже религия куда дальше. Я всегда немножечко... Куда еще больше? Куда еще больше? Ну, весь мир захватите. Ну, сколько можно? Пинки и брейн. У меня двойственное вот к этому отношение, потому что я, с одной стороны, абсолютно убежденный атеист. То есть для меня, я даже не могу себе представить, как можно поверить в бога. Ну, типа, в какой момент, что должно со мной произойти? Я очень много рефлексировал на эту тему. Что должно со мной произойти? Какие чудеса я должен увидеть, чтобы вдруг я осознал, что бог существует? И я был убежден, с другой стороны, что таких людей, как я, большинство. Но оказалось не так. Я посмотрел недавно опросы, и около 70% где-то людей это верующие люди. Ну, большая часть это в России, естественно, православные, ну и там некоторые другие религии. Более того, далеко не все из этих 30% оставшихся это атеисты. Потому что очень многие, когда я, например, поднимаю какие-то такие темы, я стараюсь их поднимать, аккуратно, но стараюсь. Когда я какие-то темы такие поднимаю, очень много людей пишут, что они агностики. И для меня... О, агностицизм. Как для, ну, просто человека. Это еще более странная история. Я могу понять веру. Ну, типа, бабушка, верила, мама верила, папа верил, все вокруг об этом говорили. Ну, естественно, я знаю, что есть огромное количество людей, которые благодаря таким убеждениям считают всю жизнь, что они там глупые, что они некрасивые, что у них ничего не получится. Ну, просто благодаря тому, что им вдалбливали это в голову. И это логично. Но... В смысле логично? Почему слово логи... Ладно, окей. Я не понимаю логику быть агностиком. Это типа... Как? Что ты думаешь на эту тему? У меня очень много есть мыслей по поводу всего, что ты сказал. Я начну с... Чуть пораньше. Обязательно вернусь к агностикам, потому что у меня был период жизни, когда я называл себя агностиком. Я скажу, почему перестал себя так считать. Во-первых, у меня иногда был очень интересный сон. Мне приснилось, что у меня случилось религиозное видение. То есть, я подошел во сне к клетке с попугаем, там было зеркало, я посмотрел в это зеркало, увидел там лик Иисуса, и он начал на меня вот так вот устремляться, и у меня, значит, мир начал как-то преобразовываться, и это все равно религиозное видение. Мне кажется, мы нашли... Сейчас. Можно секундочку? Мне кажется, мы нашли место, которое будет в начале видео. Вот, окей. И я помню, что во сне, когда ты спишь, ты вообще-то не очень адекватен. Но даже в этом состоянии сна моя первая мысль была такая, ага, у тебя видение, наверное, сейчас у тебя будет эпиоптический припадок. Вот. И я во сне прилег на пол, чтобы не удариться, когда меня начнут бить в судорогах. Вот. Это вот моя реакция на то, что люди называют чудесами, потому что люди это чудесами часто называют свой субъективный какой-то опыт, а я как биолог понимаю, что мой мозг, он подвержен самым разным факторам. Если я принял бы какое-нибудь галлюциногенное вещество, чего бы я только не увидел, да. Но и не нужно принимать галлюциногенное вещество для того, чтобы в некоторых ситуациях мозг начал глючить. Глючить капитально. Это может быть гипоксия, это может быть тромба, это может быть всё, что угодно. Мозг может выйти из нормального своего функционирования. И поэтому... Ну, печально, да, бывает. Очень печально. Возможно, у него эпилекция даже есть. Ну, здоровья Панчину, конечно, Александру, все дела. Не хотелось бы, чтобы ему было плохо. Ну, здоровья, всего хорошего. Делать какой-то субъективный свой опыт, как доказательство какой-то высшей силы, для меня это крайне нерационально. Если бы высшая сила... Ну, я бы ответил так, что не бывает никакого объективного опыта. Весь опыт субъективен. Любой научный опыт в конечном итоге субъективен. Повторяемость тоже субъективна, потому что она оценочна. Мы оцениваем сами, а повторился или не повторился результат. Мы можем взять критерии, которые мы тоже сами придумали для того, чтобы зафиксировать повторился, не повторился результат. В итоге это все субъективно тоже. И субъективное, на мой взгляд, может переходить только в другую, более высокую ступень интерсубъективного. То есть, когда субъекты между друг другом договариваются, что что-то истина. Только в таком смысле одновременно в одной и той же степени там интерсубъективности оказываются и научные данные, и религиозные данные. Вот у многих людей, допустим, в сновидениях, происходят... Я не пишу, мне батюшка говорил, что во сне в лице Христа является только дьявол. Ха-ха-ха, интересно. Так вот, вот видится им какой-то, не знаю, религиозный опыт. Смотрите, является религиозный опыт. И им всем является этот религиозный опыт. И они вместе такие, опа, и вот вам интерсубъективное. Да, некое сообщество считает, что вот это субъективное на самом деле является объективным. То же самое и в науке, на самом деле, просто на немножко другой области, в области эмпирического. Не в области духовного, не в области эмоционального, не в области переживаний, не в области этики, а в области уже непосредственно наблюдений. В принципе, все работает по похожим структурам, так скажем, существовали, то мы бы нашли им какое-то объективное подвигательство. Я вообще, в принципе, не очень верю в наличие чего-то объективного. Объективное, как по мне, это соответствие объекту. Да, то есть, смотрите, субъективное, это когда я что-то считаю, интерсубъективное, это когда мы что-то считаем, объективное, это так, как оно есть на самом деле. Я, как скептик, не верю в то, что мы можем добиться того, чтобы найти, как оно есть на самом деле. Мы можем получить интерсубъективные данные и интерсубъективно их трактовать. Это наш предел, по крайней мере, ну, видимый предел. Может быть и можем, но всякое может быть. Да, дискретный человек, действительно. Так вот, обращу, обращу внимание в данном случае на то, что для того, чтобы претендовать на объективность, ну, по-моему, надо очень-очень-очень быть смелым человеком в данном случае. Объективная точка зрения, точка зрения объекта. Утверждение независимое от индивидуального опыта отдельного человека. Вот. Теперь, что касается агностиков. Когда у нас в университете был курс философии, мы изучали, в частности, Канта, и были вот эти его антиномии, это идеи, которые, по мнению Канта, нельзя не подтвердить, неопроверить точно. Там их было несколько, и вот. Чест с средствами чистого разума. Антиномии чистого разума, их нельзя не подтвердить, не опровергнуть средствами чистого разума. Это важный подпункт. То есть, чистый разум, он априорный, он не апеллирует к опыту. То есть, можно, вопрос задается Кантом, способны ли мы решить те или иные проблемы в рамках философии, допустим, вот те четыре антиномии чистого разума, которые мы имеем, с помощью самого чистого разума. Можем ли или не можем? Нет. Ответ Канта нет. И не была вот эта идея про там, в том числе, про высшую силу. Ну и как бы, если так подумать, да, то можно найти некоторое здравое зерно в такой позиции, что, ну, возьмем вопрос существования Бога. Мы точно не... Ну ты к позиции Канта не перечислил даже близко. Мы можем доказать, что его нет, мы точно не можем доказать, что он есть, и поэтому давайте мы будем сидеть посередине. Ну и, казалось бы, к этому не придраться. И вот когда я так это подумал, я решил, что я буду агностиком. А потом я посмотрел в Ютюбе дебаты между атеистом и агностиком. Дебатов между верующими атеистами там полно, а вот... Насколько же ты слаб, если одни дебаты смогли убедить тебя в правоте другой позиции? Насколько же импульсивно и соответственно попсово твое вообще внутреннее содержание, что ты можешь менять свои мнения просто исходя из одного... Я не знаю... Из одного сборника дебатов какого-нибудь. Охуеть. Между атеистом и агностиком это было что-то уникальное для меня. И атеист отставил такую позицию, что вообще-то вы агностики, вы просто такие же атеисты просто без яиц. Потрясающе. Охуенная позиция. Какие аргументы? Иван пояснил эту позицию, что вообще-то вера это принятие чего-то без доказательств? Нет. Атеист обосрался сразу же. Неожиданно. Кто мог подумать? Вера это не принятие чего-то без доказательств. Ну, вообще, в принципе, даже доказательства они включают в себя определенный аспект убежденности, мнительности. Под верой именно под... Смотря, вообще, что мы понимаем под верой, там много определений у веры, разных, причем очень разных определений. И вообще, что такое доказательства, тоже трудно сказать на самом деле. Как вам принятие чего-то с помощью внутреннего личного опыта? Доказательства идут от внутреннего личного опыта. Ну, то есть, когда у нас во сне появляется Иисус Христос, у нас появляются некоторые доводы, доказательства в пользу того, что Бог существует. То есть, тогда это уже не вера получается, да? Не. Вера, именно вот в христианском каком-нибудь смысле, это нечто, это некое состояние даже, это некое состояние, в котором мы даже не совсем, что ли, убеждены, в котором мы склоняемся к тому, что существует в данном случае Бог, Иисус Христос, и мы очень надеемся на то, что Он существует, и всеми своими силами, даже осознавая непознаваемость Бога периодически в разных учениях по-разному, мы можем все-таки взять и сказать, что, ну, наверное, Бог есть, ну, или, по крайней мере, нам очень сильно хотелось бы, чтобы Он был. То есть, смотрите, Панчин пытается сказать, что вера это знание, но без доказательств. Понимаете, да? Знание это знание с доказательствами, а вера это знание без доказательств. На самом деле, разделение на веру и знание, по крайней мере, в рамках христианской топики, оно куда более глубокое в данном случае. И знание может быть, ой, вера, точнее вера, может быть объединена с агностицизмом. То есть, потому что агностицизм это про категорию знания. Знаю, не знаю, могу узнать, не могу узнать. Вот и мы агностики, если я не могу узнать. Понимаете, да? Если я считаю, что я не могу узнать что-то про что-то или лучше вообще про все в мире. Вот для меня способность познания закрыта. При этом я могу быть агностиком, который верит в Бога. Я думаю, у меня есть убеждение, согласно которому я агностик и я не могу ничего в мире познать, но я при этом верю в Бога. Вера это не знание без доказательств. Да? Это не то, что вот я знаю и не знаю без доказательств. Это в христианстве, по крайней мере, некая параллельная категория. Некая параллельная эмоциональная и духовная категория, даже состояние, в рамках которого христиане некоторые, по крайней мере, прибывают. Вот. Вера не заключается в высказывании «я знаю, что Бог есть», доказательств у меня конечно не будет. Ни один верующий наверное так даже не скажет. Ну, вот прям в такой формулировке. Я знаю, что Бог есть, доказательств я вам не приведу. Более того, когда человек скажет «я знаю, что Бог есть», он приведет вам какие-то доказательства скорее всего и следовательно данное определение что вера это принятие чего-то без доказательств является практически ну невозможным. То есть почти все люди какие-то доказательства для чего-то приводят и ввиду этого мы оказываемся в проблемной ситуации что данное определение которое для веры обозначил Панчин и его друг абсолютно бессмысленны. Потому что неприменимы почти ни к чему. То есть рано или поздно понимаете, да даже если у вас есть какие-то убеждения в которые вы верите без доказательств просто так приняли вы можете попытаться их в итоге доказать. То есть вы можете обнаружить их сказать «А, ну вот здесь я без доказательств давайте-ка я довод сюда хотя бы один присоединю и все, это уже не вера». Понимаете, как легко изменить статус веры в данном случае? Просто взять и одно доказательство сделать. А относительно религии доказательств ну вот доводов в пользу чего-то там их ну много их тысячи. Религии их разрабатывают очень долго. Может быть отсутствие научных доказательств он хочет сказать? Ну типа чтобы просто отделить науку от религии? Я не знаю. Мне просто ну да доказательства Библия ну например ну или доказательства определенные переживания которые человек испытывает в том числе в церкви. чудеса которые человек якобы видит как доказательства могут выступать как по крайней мере доводы в пользу того что Бог есть. То есть то есть у основных тезисов религии такого не бывает что у них прям ноль доказательств прям вот ноль ноль вообще каких-то попыток что-то обосновать. В каком смысле мы доказательства подразумеваем? Что надо чтобы доказать вообще? А в науке доказательства вопрос да следующий то есть то есть вот реально там доказательства что 100% доказательства вроде нет мы берем принцип фальсифицируемости оказывается что ни одна научная теория не может быть доказана на 100% то есть оказывается что всякий раз теория должна содержать в себе фальсификатор и мы должны пытаться ее провернуть это не доказательство в математическом смысле в таком случае если мы абсолютизируем слово доказательство то доказательство есть только в математике значит нет веры только в математике И то мы можем тут сказать, что математики выдумали числа и верят в них без доказательств, и математика тоже не спадает тогда, и тогда все это есть вера, и тогда все верят без доказательств, и доказательства сами по себе являют собой некий предмет такой вот бездоказательный, никто не доказывает доказательства, значит мы верим в доказательства согласно данному определению, верим в системы доказательства, верим в то, что они работают, верим в то, что они не бессмысленны. И у нас получается множество парадоксов, исходя из данного определения и веры, и вообще восприятия мира, и ввиду этого, ну, Панчин, у тебя очень парадоксальное мировоззрение, я бы так сказал. И ты обвиняешь христиан в вере не в том смысле, в каком, ну, это канонически должно пониматься. Без должной какой-то аргументации. Когда ты говоришь, ты агностик. Бездолжный? Бездолжная аргументация. Что такое должная аргументация? Какая должна быть должная аргументация? Через науку, методом там фальсифицированности в том числе. В чем разница между постпозитивизмом и неопозитивизмом? Неопозитивизм, ну, это логический позитивизм, это разновидность позитивизма, которая занималась проблемой науки через призму верификационизма. То есть, введите слово верификация, введите слово верификация, короче, что оно значит, верификация. Постпозитивизм начинается с концепции Карла Поппера, Карл Райвен Поппер. И эта концепция называется фальсификационизм, ну, и дальше там уже развиваются разные тенденции. То есть, если неопозитивизм, он прежде всего пытается задавать правила для работы науки, то постпозитивизм, за исключением Поппера, например, Поппер тоже задавал правила для работы науки, так скажем. Но по большей части, по большей части постпозитивисты пытались описывать, как наука работает. И эти описания были порой очень даже, ну, антисоентичные или критичные по отношению к науке. Показывали механизмы работы науки, тот же Кун Лакатас Фейрабант. У них были свои представления о научном процессе, как он происходит, что там функционирует, какие элементы важны, какие элементы не важны. В общем, разница между ними довольно большая, и что самое главное, постпозитивисты в целом спорили с верификационизмом в чистом виде. То есть, считали, что он скорее недостаточный. То есть, его мало. Это не отменяет того, что ты неверующий. Потому что ты же не принимаешь идею Бога без доказательств, ты как бы относишься к ней с большим сомнением. Так и атеисты, они тоже не говорят, что Бога нет 100%. Они говорят, я... В смысле, что атеисты не говорят, что Бога нет 100%, тогда это не атеисты, просто забейте. А, как принцип, не готов принимать на веру всякую выдумку. Вот, может... Не, чувак, смотри, ты атеист только в том случае, если ты уверен в то, что ты как бы вот в Бога не веришь. Короче, все, Бога нет. Бога нет почти что вот наверняка. Я могу верить в то, что доказать это невозможно, но вот если я атеист, если я атеист, я уверен в то, что Бога нет, короче, все. Причем, может быть, у меня нет для этого доказательств. Может, я реально верю, что Бога нет. Я при этом все равно атеист. То есть, я могу, да, верить, что Бога нет, и при этом верить, что доказать это отсутствие невозможно. То есть, я могу быть и агностиком, и атеистом одновременно. Как я могу быть верующим и атеистом одновременно? Да, атеистом, верующим и агностиком тоже одновременно. Притом, многие христиане верующие агностики. Вы будете в шоке, ребят, да? Многие христиане считают, что тех доказательств, которые предъявляет философия христианская, недостаточно для того, чтобы доказать бытие Бога. И более того, для христиан выгодно это положение, потому что тогда постулируется само понятие веры. Само понятие веры становится на первый план. То есть, мы понимаем, что знание безоружно перед Богом, и ничего с ним сделать не может. И поэтому у нас есть куда более высокий по статусу для христиан акт, это акт веры. И христиане за этот акт веры обычно и цепляются. Вот. И это нормально. Можно выдумать розового единорога, можно выдумать макаронного монстра, можно выдумать, я не знаю, там... Да, охуенная позиция, ведь макаронный монстр и единорог, это же буквально существа одного и того же порядка, что и Бог. Мы можем попытаться доказать, видимо, бытие единорога через аргумент к началу движения, к началу всего сущего и так далее? Нет, вроде бы. Тайного клона Путина, который живет в бункере, да? Можно выдумать много разных вещей, какие-то чуть более правдоподобные, какие-то чуть менее правдоподобные, но как общий принцип мышления мы не принимаем без доказательств все подряд. «Являешься ли ты агностиком по отношению к существованию фей?» Вот строго ведь не доказано, что не существует такой феи, которая может превратить калету в тыкву. Так проблема агностицизма... Ну, не проблема, да, ну да, проблема. Основной тезис агностицизма заключается не в том, что я не смог найти доказательств. Главный тезис агностицизма заключается в том, что я не могу найти доказательств для этого в принципе. То есть, ну, это невозможно доказать, я считаю, да? Окончательно доказать. То есть, невозможно найти никакие итоговые доказательства, а потому все рассуждения о тех или иных проблемах, ну, в рамках рационализма в данном случае являются, ну, что ли, излишними. То есть, мы как бы все равно ничего не докажем. И научно, скорее всего, агностицизм является полным для данного человека. Мы, скорее всего, уверены в том, что и научно ничего доказать нельзя. И вообще никак ничего доказать в итоге, в конечном, как вот в математике это происходит, нельзя. Математика не считается за доказательства, по крайней мере, потому что математика не работает с реальными объектами. Она работает с абстрактными объектами. Ну, с выдуманными объектами, с воображаемыми объектами, с ненастоящими объектами. То есть, математика, то, что в математике можно что-то доказать, это не аргумент против агностицизма. Это, ну, это не пропознание. То есть, агностик, хороший последователь, абсолютный агностик, пусть с абсолютными проще работать в данном случае, он будет, например, уверен в том, что математика это не про познание, это про свои математические фантазии, скорее. А эмпирическое доказательство, ну вот для агностика эмпирическое доказательство не является доказательством чего-либо. Более того, эмпирическое доказательство имеет большую проблему, по крайней мере, в том, что оно носит индуктивный характер. Ну вот смотрите, соп, допустим, вы видите двух узбеков, вы за всю жизнь увидели всего двух узбеков, и у каждого из этих узбеков, например, вот здесь вот родинка. И вы думаете, что у всех узбеков здесь находится родинка, исходя из эмпирического опыта. Ваш эмпирический опыт подсказывает, что у всех узбеков здесь находится родинка. У вас очень неполная индукция, всего два узбека из бесконечного множества потенциальных узбеков, которые могли бы народиться за, не знаю, все время существования Узбекистана. То есть, из всех узбек, из всех возможных миров у нас имеются, да, супротив этого. Ну, допустим, у всех узбеков в стране Узбекистане вот эта родинка есть. Но вопрос, у всех ли возможных узбеков есть данная родинка? Скорее всего, окажется, что нет. Да, у нас как бы против нашего эмпирического доказательства выступают одновременно и актуальный существующий мир, в котором огромное количество факторов и показателей, так и с другой стороны, возможные миры, все возможные миры, в которых могли бы существовать узбеки, лебеди и кто угодно. Почему Панчин приравнивает единорога, феи и прочих мультяшных персперсов к вере в Бога, мистические явления и прочее? Почему такой пренебрежный тон? Ну, потому что атеизм говно современный. Потому что это клоунада с клоунскими персонажами. Априорное доказательство доопытное. Доказательство, ну, например, доказательство математического характера какие-нибудь. Хотя здесь может быть немножко посложнее, согласно мнению разных мыслителей. Но вот априори, априори, это значит доопыта. Когда вы не испытывая опыта, что-то там доказываете. Высчитываете, высчитываете, работаете с чем-то. Чисто такие аналитические доказательства. Есть типа аналитика, а есть синтетика. Синтетические доказательства это по типу эмпирических доказательств, когда мы пытаемся найти новое знание и прибавить его к тому, что у нас уже есть. А есть априорное доказательство, когда мы, ну, по сути, работаем с вещами, которые нам, по большей части, известны. И мы доказываем, ну, вне опыта известны. Математические числа, там, какие-нибудь еще чего-нибудь. И пытаемся с ними манипулировать. Ну, можно сказать, что это, конечно, не очень хорошо согласуется с законами физики. Я бы вам более того сказал, Соб. Я бы вам более того сказал. Математические доказательства это единственные, ну, математические и логические доказательства это единственные доказательства, которые соответствуют, ну, вот, какой-то доказательности. То есть, вы понимаете, они работают в том плане, что сами в себе они нормально, в общем-то, функционируют. Там можно провести полное, доскональное, правильное доказательство, которое будет окончательным. Вот все, блядь, там, например, один плюс один будет, блядь, два. Мы договорились, все понятно, все очевидно. Можно доказать, что это точно так, и вопросов никаких там не возникнет. А что, если в каких-то ситуациях законы физики не работают? А, да, все, суп, побежали дальше. Они на какие-то области, где не проверяли экспериментально, вот там магия действует, в середине Невады. Вот есть место, где магия работает, ну, там аномалия какая-то, ну, не знаю, почему она там есть, но есть. Вы в каждую, каждый квадратный километр Невады прочесали, убедились, что там законы физики работают так же, как везде, во всем мире. Или это предположение, вывод, сделанный из неких теоретических предположений. Грубо говоря, последовательный агностик, как бы он должен быть агностиком не только по отношению к Богу, он должен вообще отрицать возможность хоть что-то узнать, но при этом все. Нет. Смотри, чувак. Есть типа агностики, есть типа агностики, которые, ну, вот, просто по отношению к той или иной позиции. Например, по отношению к позиции Бога. Мне, кстати, тоже такое разделение не очень нравится, но оно допустимо. Есть, кстати, типа и скептики, которые типа тоже по той или иной позиции, да, разделяются. Я, например, сомневаюсь в том, что Бога можно познать. Ну, то есть, есть не абсолютные скептики, есть не абсолютные агностики. Вот сейчас, видите, Панчин пытается нам подменить позицию оппонента, агностика, вот, которого он просмотрел и послушал, пытается подменить его позицию. Тот оппонент-агностик, который был против атеиста, он выступал за позицию исключительно теистического агностицизма. То есть, он только к вопросу о Боге предъявлял вот эти вот агностические критерии. То есть, у него не полный агностицизм, но есть представители другой оппозиции, абсолютного какого-нибудь агностицизма, которые верят в то, что все является непознаваемым, и в том числе наука является непознаваемой. То есть, наука не может ничего познать на самом деле. Все, что познает наука, это, ну, просто части нашего научного дискурса, не более того, и истинное познание, настоящее, просто невозможно, недопустимо, никакие методы нам не помогут, спасайся смертный, и те ничего не поможет. Короче, беги. А скептик здесь абсолютно, он не уверен в том, что познание невозможно, на самом деле. Скептицизм еще более тонкая позиция. То есть, скептицизм, он как бы такой, откуда я знаю, возможно познание, невозможно. У меня нет оснований считать, не так, не так. У меня просто убеждений здесь по этому вопросу нет. И я такой, и вообще по всем вопросам, тотальных убеждений, которых я не готов отказываться ежесекундно, у меня просто нет, не будет, наверное, да, если я скептик. То есть, вы можете попробовать меня переубедить, довольно просто это будет, если у вас получится, я буду даже отчасти рад, но надо постараться будет, что ли. Причем очень сильно и основательно постараться. Когда выходит на улицу и собирается перейти дорогу, да, он смотрит сначала налево, потом направо, и проверяет мне, или там автомобиль, а не сдается вопрос. Блядь, это аргумент Хокинга, ебаный в рот. Вы могли бы аргументацию заменить за миллиарды лет? Могли бы за миллиарды лет, короче, изменить аргументацию с Хокингом? То есть, практика нашей жизни никак не коррелирует с тем, возможно ли познание или невозможно. Может быть, мы находимся в симуляции. И если нас собьет машина, может быть, мы отправимся на более высокий уровень симуляции. Там, я не знаю, или еще что-то крутое может произойдет. Вот, практика, это не про теорию. Вот, люди, научитесь различать, пожалуйста, практика и теория, разные штуки. Да, иногда ученый может заниматься и практикой, и теорией, и иногда может даже пытаться их совмещать, но все равно это коренным образом разные вещи. Иногда они друг друга, да, дополняют, но это вещи очень разные. То есть, в принципе, от того, что вы, например, не придерживаетесь теории всемирного тяготения, если вы не верите, что какая-то сила тянет вас вниз, это не значит, что вы, выпрыгнув из окна, полетите в воздух. Это просто значит, что вы можете допускать бесконечное множество других теорий, других формул, других объяснительных моделей, которые объясняют то, что происходит, когда вы выпрыгиваете из окна. Результат может быть практически при этом один. Мертвое тело на асфальте. При выпрыгивании из окна может быть бесконечное множество разных теоретических оснований нашего мира. Там гномики, гравитоники тянут нас вниз на большой скорости с определенным ускорением. И потом мы разбиваемся и умираем. Ну вот, например, да, вот у нас есть теория всемирного тяготения, естественный процесс, допустим, а с другой стороны гномики, гравитоники, которых наука никогда не признает. Практический результат абсолютно идентичен, разбитое тело внизу. При этом две теории абсолютно разные. Гномики, гравитоники невидимые объясняют это происхождение. Гномики, гравитоники, они крутые, если что. Они очень крутые, ребята. Запомнили? Притом это объясняет процесс гравитации вообще. Ну, в чем проблема? Гномики, гравитоники, они как бы нарушают принцип фальсифицируемости. Да, да и фальсифицируемости, с одной стороны, принципы они нарушают. Они же невидимые, правильно? И неощущаемые, с одной стороны. А с другой стороны, гномики, гравитоники, они еще и нарушают бритву окома, потому что какие-то живые существа всех вне стянут, как-то странненько это звучит, да? Как-то слишком много сущностей мы наплодили, но, честно говоря, я не ученый, не сиентист, и для меня принципы бритвы окома просто ерунда, просто плевать на них. На принципы фальсифицируемости, на принципы бритвы окома, по-моему, это просто очень эстетические принципы, не более того, и я как бы с удовольствием их нарушаю с помощью гномиков-гравитоников. Опровергай, блять, сука, опровергай гномиков-гравитоников. Формулы, кстати, все те же. Гномики-гравитоники, они высчитывают формулы Ньютона полностью, и даже Эйнштейна все просчитывают, все как надо, как у вас, но только они гномики-гравитоники. Все то же самое, все практически работает абсолютно так же, но только гномики-гравитоники вместо, не знаю, гравитонов или вместо искривления пространства, какие бы у вас там теории не были, Ученые, неважно, гномики, гравитоники Это вполне достойная альтернатива С теми же самыми формулами Гномики они еще и считать умеют, кстати То есть, они, как и люди, умеют математически считать А поэтому все их передвижения тел Когда они передвигают тела, все соответствует ровно по формулам Потому что они это рассчитывают всегда Потому что они тоже математикой занимаются На самом деле, они маленькие математики, гномики, гравитоники Честно, респект им А что, если реальности на самом деле не существует? Автомобилей нет, а я нахожусь там в симуляции Или во сне, внутри сна Ну да, чувак, да А если ты там находишься, может быть, даже и наблюдать не стоило бы Это правда потрясающе Потому что для меня это было вообще открытием Что столько людей говорят Я агностик, я прям в деле Не, Сергей, понимаете, в чем дело? Теория насрать под дверь соседу и позвонить это весело Это не теория Теория заключалась бы в данном случае Не знаю, в объяснении самого фактора веселья какого-нибудь Что есть веселье на самом деле Там, я не знаю При том, что мы там не можем точно практически все это Как-то это рассмотреть То есть теория, она всегда объясняет Очень много разных вещей Шоя пишет Их можно попросить поменять гравитацию Но ученые не хотят изучать их язык Кстати, может быть, так и можно Там ученые просто не шарят У них другие заходы Теория это всегда такая вещь, которая объясняет огромное количество фактов Причем, чем больше фактов, тем больше теоретичная теория Тем больше она теория Насрать под дверь соседу и позвонить это весело Это не теория, это, ну, ваш эмоциональный настрой, так скажем Это то, что вам хочется, возможно, сделать И Экти спрашивал В смысле, что значит агностик? Ну, типа Люди этого не понимают Почему-то логика вот до сюда, она не доходит Как будто бы Да, пиздец, просто логика не доходит Панчин совершил колоссальное количество и логических ошибок И позицию оппонента исказил И все, что угодно сделал А логика у людей до этого не доходит Ебаные агностики Тупые Фу просто, да, молодцы Ну, может быть, просто люди не, как бы, пытаются Приравнять к идее агностика, да, идее о том, что вот они, типа, не уверены Вот Но на самом деле это не то же самое Нет, агностик не неуверен Агностик уверен в том, что познать невозможно Чувак, блядь Учи нахуй позиции Учи позиции Агностицизм это про возможности познания, а не про существование Бога Вы можете верить в существование Бога и быть, блядь, агностиком Можете быть гностиком и не верить в существование Бога вы можете быть атеистом который верит что можно доказать что бога не существует все просто из тоже можно сказать я не уверен ни в чем пожалуйста конечно но он просто показательно не боится пойти против 70 процентов и выступить как тот мальчик который сказал что король то голый вот где ваши доказательства в этом смысле вот я так интерпретирую тезис про то что агностики это атеисты без конформизм человеческий да он очень сильно давит на самом деле на психику те же самые люди те же 70 процентов которые сейчас называют себя верующими во время советского союза они себя называли вот ну и опять же ведь но не знаю некоторые не называли себя неверующие верующему рознь да то есть наверняка большая часть из этих 70 процентов это люди которые либо испугались сказать что они атеисты начальника усыпи рядом либо это люди которые там в церкви были когда-то там в детстве таких же больше мне кажется что вот таких прям искренне как это называется у них воцерковленные до которые там ходят причащаются что-то там делают какие-то молитвы таких людей мне кажется я не знаю кто 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 искренний тот кто соблюдается эти ритуалы это просто тихо верит себе и никуда никак это не демонстрирует человек который верит и никак это не демонстрирует он просто вне религиозной верующей возможно у него другая вера он например не совсем христианин возможно или может быть не канонический христианин то есть ну например не православный он может не принадлежать православию данном случае например только то есть понимаете в чем дело для того чтобы быть причастным кто или иной церкви необходимо желательно читать текст этой самой церкви и это нихуя не библия блять библия только начало библия это вступительный текст как бы для детей это просто база как бы вы это знаете это как прочитать учебник по физики и потом уже идти изучать настоящую физику там надо уже вузе вот библия она вот по на такая она базовая пойти обе на библии можно кучу всяких текстов построить сергей пишет верующий какой из десяти тысяч определения от религии он использует реально я тоже не знаю сергей абсолютно согласен ну кстати да да тут тоже может быть такой момент спорный но есть это знаменитый эксперимент вот советский фильм по психологии где черная и белая пирамидка значит там по кругу и сидеть и сгулы мои новые эксперименты мне надоели старые получать называют черную пирамидку белый вот и потом последний ребенок который не в теме он выступает как большинство он говорит что обе белые мне кажется что в условиях такой массовой пропаганды этой идеи про то что русский и что вообще могут быть проблемы если ты не православные потому что есть закон об оскорблении чувств верующих например это оказывает психологическое давление на человек он думает я сейчас скажу что я атеист а кто-то на меня заяву напишет даже если он рассматривает риск как маленький там по процентам все равно этот риск где-то в уме держит и он может повлиять на его высказывание и в итоге мы получаем вот ту статистику которой мы получаем многие люди они на самом деле вообще на тему не особо рефлексировали не просто относится к этой группе не хотят быть ее частью согласен поэтому они говорят то что от них ожидают ну да ученые много ведь ученых верующих вот мне интересует еще такой вопрос почему то есть если что-то еще какое-то зерно кроме того что это некие убеждения с которыми браузер ну хотя бы да придумайте новые хуевые аргументы чтобы их можно было поопровергать я просто заебался с этими пирамидками но это буквально тоже каждый раз там этот ебаный голубь скиннера и пирамидки и еще какие-то поебота сверху и опять единорог да да вы заебали просто чайник рассола ну это уже 20 лет идет или сколько 10 лет 15 15 лет круто адам круто что я в пантеоне я рад не not серьезно но но ну вы плену ну давайте вас много там уж и морозговой штурм придумать новые аргументы там я не знаю ну 20 лет там 15 лет творится в одних и тех же аргументах при этом в огромном сообществе гигантское сообщество вот этих вот сиентистов атеистов любителей наука дрочерства их огромное количество реально круто круто их много много можно думать можно собраться там панчин дробышевский соколов который девки руки отрубил все вместе собрались и короче пришли и устроили мозговой штурм в тюрьме на зоне наконец-то и придумали новые аргументы но не боятся ислам растет потому что есть вот эта история про спас кукотского который написал дневники гнойной хирурги или как-то там называется чем очень известный врач который был врачом и в общем в итоге ушел потом в религию и все его очень часто приву приводят в пример но врачи не ученые это раз у врачей очень часто антинаучные убеждения это два врачи очень часто уходят в религию это три потому что у них довольно специфическая деятельность которая ну блять прямо на грани психического срыва может оказаться у многих врачей то есть вот честно говоря врачи это отличный пример того почему есть практика почему из практики почему из теории почему практики но они нередко не понимают что такое наука как она работает по каким принципам она работает и может быть даже хорошо что не понимают потому что вот случае врачей они пользуются тем практическим инструментарием которые у них есть и теми открытиями которые наука с одной стороны дает вроде бы да но на науку им по большей части поебать они вроде бы уважают науку им и чисто духовно наука приятно они любят кстати врачи очень часто активнее прочих выступают за науку. Но с другой стороны, у этих же самых врачей, причем у этих же самых врачей, которые очень активно выступают за науку, у них самые антинаучные убеждения. Вот у меня друган, мой друг Олег, замечательный, любимый мой, замечательный, он супер ученый, с одной стороны, он при этом еще буддист, мусульманин, христианин и так далее. И далее по списку. То есть, при том, что у него не самая жесткая специальность. Я знаю достаточное количество врачей, почти все из них фрики, как ни странно. То есть, фриковство среди врачей, оно крайне распространено. И фриковство именно потому, что очень комбинаторные, очень эклектические учения у людей, они вообще в принципе там... Вот представьте себе дуча Моптюка, да, дуча Моптюк, представьте их в белых халатах, и в среднем у многих врачей похожие взгляды будут вот как-то вот такое. Такая странная, дикая, ни с чем не связанная эклектика антинаучных взглядов. Всяких, это для науки, для не науки, это для именно врачей, почему-то крайне характерно. Они всякую хуйню слушают там, типа там, не знаю, Лобковский, Хуевский там, не знаю, там веды новые открыли русские, русские веды, там написано, что женщина должна стоять у плиты. Вот мама одной из моих девушек, она была, ну, медсестрой, ладно, не врачом, медсестрой, тоже человек, связанный с медициной. И это действительно сложная работа, тяжелая, тоже психологически сложная. Но вот она слушала на регуляре вот эти вот лекции, потому что, значит, быть там настоящей женщиной, согласно великим русским ведам там и так далее, так далее, так далее. И это какая-то особая специфика, что ли. Может быть, Адам, все правильно. Все правильно, ни каких проблем, я бог, я же всем говорил, что я бог. Как человека, который был очень умным, который был прям вот полностью за науку, и как это в нем сочеталось с великими... Лобковский, да, который психолог. ...для этих людей очень логично, но для меня лично абсолютно непонятно. Ведь есть же действительно люди, которые как будто бы не в детстве к этому пришли. Ну, понимаешь, чувак, в том, что быть за науку, это не значит понимать науку. Это так же, как и с христианством, понимаешь, в чем дело. Есть люди, которые называют себя православными, но они на самом деле ничего не понимают в православии, даже символ веры перечислить не могут. А существуют люди, которые считают себя сиентистами, любителями науки, великими любителями науки, но при этом они не понимают, что такое фальсифицируемость, кто такой Карл Раймонд Поппер, как работает вообще научный процесс, как надо доказывать теории. И вообще даже в принципе не представляют то, что, ну, медики, они с этим не особо сталкиваются, это не их профессия, это не их дело. Доктор Попов, по-вашему, безумен? Не знаю, я мало чего Попова смотрел. Ну, просто я вам честно замечу, у многих врачей, а, кстати, у телеврачей тоже очень часто, крайне странные ненаучные взгляды, в прямом смысле ненаучные. Типа, со временем. Ну, да, мне тоже это не очень понятно, хотя я знаю совершенно точно примеры очень хороших ученых, которые владеют всеми навыками, скажем так, научного метода, но при этом почему-то не применяют их, эти навыки, когда вопрос касается вот таких вот личных убеждений, и поэтому являются верующими. Но ты тоже не применяешь сейчас. Ради справедливости замечу, что сейчас ты их тоже не применяешь во всей своей... Во всей своей замечательной деятельности ты не применяешь и половины навыков научного мышления, в принципе, ибо, не знаю, лень. Ради два. Два мозга. Один мозг занимается наукой, а другой мозг занимается вопросами веры. И вот в них это как-то разделено. Такие примеры существуют. Я не понимаю, как это может работать, потому что у меня как бы главный такой... Я очень... Я так устроен, что я очень хочу быть правым, но не в смысле, чтобы доказать окружающим, что я прав. А в смысле, что я хочу быть против левых, там, всяких коммунистов, да? А в том смысле, чтобы действительно быть правым. То есть, чтобы не сказать глупость, чтобы... У тебя не получается, Александр. Александр, простите, у вас плохо выходит. Вы стараетесь, может быть, но у вас не, не, тяжело. В случае появления каких-то новых данных мне не пришлось извиняться за то, что я буду браком. Ну, по-хорошему, извиняться пришлось бы за каждую книгу вами написанную, за каждое выступление вами написанное, и за это выступление в том числе полностью придется извиняться. Ну, потому что вы беседуете, по большей части, о тех вещах, в которых вы ничего не понимаете. Кстати, перед тем агностиком, про которого вы только что говорили, Александр, вам тоже пришлось бы извиниться перед ним, потому что вы извратили его позицию, унизили того агностика разными образами, избивая пугало его позиции, буквально. Это очень печально, на самом деле. То есть вы применили вообще нерелевантные аргументы, которые никак его позиции не касаются. Короче, грустненько, грустненько, Александр, грустненько, на самом деле. Действительно пришлось бы потратить всю свою жизнь на извинения сейчас. Может, я не готов, если так случится, я буду извиняться. Перед каждым батюшкой пришлось бы извиниться за вашу позицию по поводу молитвы, например, потому что, ну, вот вы не понимаете, что такое молитва, в принципе, вы к ней другие критерии предъявляете. Вы не слушаете своих оппонентов почти никогда, и ввиду этого вам, конечно, тоже пришлось бы извиняться на регуляре вообще просто со всеми. Перед Розаном Ахматовичем просто на всякий случай для профилактики надо измениться, мы все перед ним извиняемся, поэтому простите. Но хочется высказываться и придерживаться тех взглядов, которые наиболее... Актуальность. Наиболее вероятно правдивы, наиболее вероятно соответствуют окружающей действительности. У меня есть такая потребность, такое желание. Поэтому я постоянно занимаюсь саморефлексией. И один из моментов такой саморефлексии, наиболее важный, это нужно понять, а как, в принципе, правильно мир познавать, какие подходы годятся. Когда я сталкиваюсь в своей голове, что я использовал какой-то аргумент для обоснования чего-то. Но этим же аргументом я мог бы обосновать какую-то полную чушь. Из похожих предпосылок, то... Чувак, с агнестицизмом у тебя только что такая хуйня была, вот прям вот совсем чуть-чуть недавно. Вот для меня это повод задуматься о том, а вообще корректно ли такой аргументации использоваться и достаточно ли этого. И когда мы говорим про вот такой вот субъективный опыт... То есть смотрите, Александр, вы использовали аргументацию от пугала, короче. Вы взяли и заменили позицию оппонента на более простую, и опровергли ее совершенно странными высказываниями. Понимаете, Александр? То есть если вы будете применять такую аргументацию по поводу вообще всего чего угодно, вы всегда будете как будто бы побеждать, но на самом деле вы будете всегда неправы. Потому что вы не смогли познать, в общем-то, позицию своего оппонента, даже познать позицию своего оппонента. Не то, чтобы привести к ней какие-то аргументы против нее. То... Браузер Омега пишет, но он хотя бы признает проблему свою, получается? Нет, он ее не признает. В этом вся проблема. Он думает, что он молодец, все хорошо, он старается делать все правильно и ошибок не допускает, хотя вся его деятельность, связанная с научпопом, по большей части является нарушением всех возможных правил, которые он только что обозначил. Он для меня не может быть аргументом, потому что с субъективным опытом я понимаю, что можно было бы основать даже откровение и суть чушь. У некоторых людей, может быть, нет такой потребности в том, чтобы избавляться от собственных каких-то заблуждений. Ну вот, кстати, да, я тоже согласен с тобой, и это очень хорошая мысль, мне кажется, для наших слушателей, и тех, кто нас смотрит. То, что вполне возможно, что для человека может быть не такой важной темой, настолько, чтобы прям дорефлексировать ее до самого конца. Да, у них все хорошо в жизни, у них как бы другие поводы для беспокойства. Они думают о том, как закрыть ипотеку, они думают о том, куда садить девушку на свидание. Да, эти тупые люди, да. Они думают о том, я не знаю, что лучше, Турция или Мальдивы, и вот об этом их мыслить в данный момент. А для того, чтобы понять ошибочность каких-то своих аргументов, нужно реально сидеть и думать об этом. Да, только единственный есть еще момент, что из-за многих таких, скажем, ошибок восприятия... Сидим и думаем, ребят. ...часто формируются тревожные расстройства и вообще осложнения всяческих психологических и психических заболеваний. Потому что люди начинают с малого. Сначала я здесь принял субъективный опыт за правду. Потом начинаю будущее предсказывать. Ну, условно, да, что... Не, на самом деле, на самом деле, может быть, Панчет просто не очень, ну, не очень рефлексивный человек. У него с рефлексией, скорее всего, колоссальные проблемы. Если бы он... Если бы кто-то, если бы кто-то, человек с какой-нибудь большой интересной рефлексией, который в течение 10-15 лет занимается вот такой пропагандистской деятельностью, он мог бы, в принципе, достигнуть больших успехов. Он мог бы действительно более-менее эффективно критиковать и религии, и астрономию, и прочие другие вещи. Но для этого надо неожиданно читать религиозные тексты, астрономические тексты. Ну, 15 лет заниматься опровержением всех этих вещей. Серьезно. Я вот 10 лет занимаюсь опровержением науки, считайте. И я считаю, что мои здесь, в общем-то, уровень моей аргументации постепенно очень сильно растет. Если я сначала использовал вообще почти все возможные аргументы, которые только мне встречались. Сейчас я отбираю лучшие из лучших, и, в принципе, для того, чтобы их хотя бы просто понять, уже людям вслушиваться надо очень внимательно. Потому что, ну, тот же аргумент к фальсифицируемости, применение фальсифицируемости к разным теориям, которые оказываются не во всех аспектах фальсифицируемы, да, это тоже довольно интересный и довольно тонкий заход, который многие просто не покупают, и люди не хотят в этом тоже разбираться обычно. То есть, раньше я пользовался и нечестными приемами, на самом деле было много нечестных приемов, но я считаю, что я эволюционирую постепенно, и даже за последние полтора года стриминга я очень сильно преуспел в создании новых аргументов, связанных с критикой науки, и вы их можете лицезреть у меня в афоризмах. То есть, пока что я не писал тексты по этому поводу, ну, например, текст по практике, например, по разделению науки и практики я написал хороший текст с неплохой аргументацией, там все нормально написано. До этого, так, вопрос этот я не продумывал никогда. То есть, даже на протяжении стриминга, ввиду того, что я занимаюсь этой деятельностью, и уже я даже, получается, сколько? Полтора года занимаюсь стриминговой деятельностью. Полтора года занимаюсь стриминговой деятельностью. И за эти полтора года я смог написать одну книжку по критике науки, по критику соотношения науки и практики с одной стороны. И с другой стороны, я создал несколько аргументов, связанных с фальсифицируемостью. Этот аргумент уже давно прорабатывал на самом деле. Но именно во время стриминга я доработал его до итоговой вот такой величины, с которой я не знаю, кто пока может спорить. Пока никто, видите, не может с ним поспорить, с этим аргументом. То есть, в принципе, в принципе, моя позиция критическая по отношению к науке, она развивается очень активно на протяжении многих лет. И я вижу в этом, ну, нечто хорошее. Почему бы и нет? Хорошо, что позиция развивается. Пусть развивается дальше. И люди, многие, когда они начинают защищать науку, я понимаю, насколько они отстали от моей аргументации. Насколько они далеко, насколько им надо многое прочитать и многое понять, чтобы, ну, в общем, что-то сделать. А Панчен этого не хватает. Панчен берет и самые поверхностные аргументы, которые любыми верующими астрологами и вот так вот просто отвергаются легко, это вообще не про нас, они говорят. Вот в астрологии этого вообще-то нет. А молитва – это вот не такая штука, как вы описали, это про другое вообще-то. А, наверное, так произойдет. Потом начинается какая-нибудь катастрофизация, что вот вокруг враги и точно за мной следит ФСБ и так далее. Человек начинает больше и больше тревожиться. Это тоже не так все безобидно и безопасно. А что бы ты посоветовал людям, которые тревожатся? Есть ли обратные? Я просто пишу в своей жизни. У меня же был период в жизни, когда, ну, у меня были какие-то ритуалы такие, похожие немножко на обсессивно-компульсивные штуки. Ну, например, съесть правильное количество сушек. Или у меня был волшебный амулет, который помогал мне на экзаменах. Вот. Ну, то есть, в смысле, если бы меня поймали за руку, да, и схватили и сказали, «Саша, ты правда думаешь, что этот амулет помогает тебе на экзаменах?» Я сказал, ну, нет, конечно, не помогает, это чушь, но я все равно его надену. Так, вопрос в чате. А есть какие-то аналогичные по своей цели попперовской методологии у других философов науки? Ну, мы можем взять весь венский кружок, и там цель была похожая. То есть, обосновать, какие средства должны, ну, в общем, отделять науку от ненауки. Что есть наука, короче, вопрос. Что наука из себя представляет, да? Каким критериям она должна соответствовать, чтобы мы могли отделить научное знание от ненаучного? У нас был венский кружок, который ответил на данный вопрос довольно просто. Верификация. Верификация попперу показалась недостаточной, он ее покритиковал и сказал, что нам нужна фальсифицируемость. А потом уже, в принципе, люди начали не давать такие вот нормативные вещи, которые, вот смотрите, вот если вы делаете так, то это наука. Они начали давать описание научной структуре. Вот, например, какой-нибудь Кун показал, что наука, она есть в разных состояниях, она в разных состояниях функционирует, она по-разному, в общем-то, развивается. У нее есть этапы революций, а есть этапы нормальной науки, когда наука просто в том или ином дискурсе, в той или иной парадигме развивается. Потом пришел Локатос, и он сказал, что существуют разные исследовательские программы, которые друг с другом конкурируют. То есть от того, что одна, там, не знаю, исследовательская программа доминирует, это не значит, что другая полностью исчезла или то, что она ненаучна, например. Потом появился фейерабант и сказал, что все сойдет на самом деле, и все это наука, и науки на самом деле куда больше, чем нам кажется, и гомеопатия наука, и все это наука, короче, куча всякой науки. Все, что что-то там пытается по разным принципам исследовать, это наука, давайте давать всем средства, давайте всем пробовать, давать, чем больше люди пробуют, тем больше практики, тем больше теории, тем нам лучше, короче. Если кратко пересказать фейерабанда и очень поверхностно. То есть есть как описательные заходы, так и нормативные заходы в философию науки. Аналогичные Попперовской, ну, они тоже есть. Ну и, например, тот же Локатос, помимо того, что он свои программы сформулировал, он также развил фальсификационизм еще на ступень вперед, сделал его. Короче, более утонченный у него фальсификационизм появился. Ну, это примерно в таком духе. Вот, и я боролся с этим. Боролся с этим просто силой воли. То есть как рационально я домыслил, что это не так. И дальше ты специально на зло себе делаешь то, чего твоя интуиция говорит тебе не делать, и потом ты убеждаешься, что ничего не произошло. Ты по-прежнему хорошо сдал экзамен, по-прежнему хорошо провел день, по-прежнему никакой катастрофы не случилось. Вот, и все. Ну, по сути, ты сейчас описал то, что называется поведенческим экспериментом в когнитивно-поведенческой терапии, когда мы имеем какую-то гипотезу, что что-то должно произойти. Ну, там, типа, я пойду в торговый центр, и упаду там, и никто мне не поможет. И мы с пациентом создаем такую ситуацию намеренно. Он идет в торговый центр, предваряется, что он падает, и проверяем, вот сколько раз из, например, пяти или десяти раз действительно никто не подойдет. Потому что иногда гипотеза срабатывает. Ну, ведь реально могло такое произойти, что ты снял амулет и не сдал экзамен. Могу. И это еще же больше добавит тревожности. Поэтому нужно повторить. Ну, вот, поэтому, да, мы должны отталкиваться точно так же, как в науке, от статистики. И если мы возьмем хотя бы десять раз, то, скорее всего, статистически это будет уже плюс-минус понятно для человека. Поэтому ты все делал абсолютно по психотерапевтическим канонам. И очень важно еще для меня, что ты сейчас рассказал абсолютно мою историю. Потому что у меня примерно такая же штука была с религией как раз. Потому что у меня не было... Ну, у меня родители абсолютно не религиозные. Но у меня религиозная бабушка была. И у нее там иконы стояли. Я знал там отче наш, какие-то еще молитвы. И я в какой-то момент просто понял, что я не верю в Бог. Но отказаться от того, чтобы снять крестик. Или даже более того, шесть лет назад я покрестил ребенка первого. И вот, наверное, только когда родился второй, четыре года назад, я уже сказал, не, ребята, ну, это уже бред полный, что ты заявляешь одно, а в итоге все равно есть какие-то опасения. И я точно так же вот от этого старался отталкиваться. Ну, и ритуальчики на самом деле у многих людей присутствуют. Это далеко не всегда расстройство. И здесь действительно от них лучше отказываться. Потому что иногда они одни липнут к другим. То есть мы там сначала плиточку переступаем на дороге, чтобы не наступить на сочленение плитки. А потом уже руки моем там определенное количество раз. И чем больше таких ритуалов, тем больше они притягивают таких же ритуалов. Потому что мы вообще же очень склонны к компульсиям. Мы как с этим инстаграмом, мы скроллим все. И это как бы наш способ успокоиться. У меня очень важный вопрос. Потому что я, ну, помимо того, что работаю врачом, я много занимаюсь блогерской деятельностью. И, соответственно, очень много общаюсь с людьми абсолютно разными. Нет, далеко не сразу. Ну как, я вообще, в принципе, когда начал читать философию, я же начал с Ницше. И Ницше меня довольно поглотил так сильно на несколько месяцев. Я прям вообще под Ницше очень долго копал. Потом начал читать других философов. И само по себе начало все разрабатываться. И мне стало интересно. То есть, как вы понимаете, я обнаружил определенную философскую проблему, на которую никто не обращал внимания. Если обращали, то крайне поверхностно. Но вот не делали это основной, так скажем, проблемой для исследования философии. И не образовали целую область исследования. И, соответственно, я решил работать дальше. И вот мы сегодня разговаривали, смеялись над разными мракобесными штуками. Но надо понимать, что вокруг нас живут люди. И многим из них эти мракобесные штуки не кажутся мракобесными. И мне кажется, что ты достаточно ловко умеешь общаться с этими людьми, потому что ты постоянно участвуешь в подобного рода дискуссиях. И ты ни разу, я не видел, чтобы ты скатывался в агрессию. И даже юмор твой, который ты там часто применяешь, он достаточно не обидный. Ну, на мой взгляд, опять же, кому-то, может быть, он показаться обидным может. Как, вопрос такой, как правильно спорить? Мне, в общем-то, преподавательница одна, которая в Лесгов-то как раз была, дала Заратустру Ницшанского. И потом я был впечатлен и начал читать все книжки Ницш. Человеком с убеждениями, которые отличаются от твоих, ну, и ты понимаешь, что не просто убеждения отличаются от твоих, как политические убеждения, например, а когда они отличаются с точки зрения здравого смысла. Я больше люблю на конкретных каких-то примерах. У меня просто самый свежий опыт сейчас. Я ходил на передачу, которая называется «Я ненавижу тебя». На Ютубе есть такая. Я не знаю, успеет ли она выйти к этому моменту, когда выйдет подкаст или она выйдет потом. Но неважно. Я там дискутировал с девушкой, которая островок. И было несколько мест в этих дебатах, которые мне лично очень понравились. Одно место заключалось вот в чем. Она, помимо того, что она островок, она еще фэм-шуем занимается, а еще она по дате рождения помогает выбрать кошелек, цвет кошелька, чтобы он лучше притягивал деньги. И деньги за это берет? Ну, у нее есть какие-то пласты в Инстаграме, которые просто для всех, но она платно консультирует каких-то клиентов. Не знаю уж по каким вопросам, я в такие детали не вдавался. И моя базовая позиция во всех этих дебатах была в следующем. Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете, что ваша астрология работает? Вот возьмем, например, ваш тезис. Она в Инстаграме приводила, что 25 сентября был день собаки, и в этот день нужно пойти погулять, и это принесет денег. Для меня такое утверждение, оно автоматически транслируется в научную гипотезу. А именно, если я возьму 100 человек, 50 из них пойдут в день собаки гулять, а половина не пойдет, то те, которые пошли, и через полгода мы спросим, сколько они заработали, как бы, если мы не будем изначально брать людей, которые верят в астрологию, возьмем каких-то людей, которые не в теме дня собаки, то есть они никак не свяжут эксперимент с деньгами, это не повлияет на их мышление. А вот, то мы увидим картину, если астрология верна, что действительно они заработают больше денег. И возникает дальше вопрос. Есть предположение, что люди, у которых вообще в квартире есть собака, они, наверное, изначально больше денег получают, в среднем, наверное, да, то есть многие люди, у которых нет собаки, наверное, они вообще совсем нищие и собаку содержать не могут. Есть такое предположение. И, наверное, в среднем, если мы возьмем всех людей, у которых есть собака, и, соответственно, они пойдут с ней гулять, и тех, у кого нет собаки, они не пойдут с ними гулять, соответственно, наверное, мы обнаружим все-таки некую закономерность от этого. Возможно, не исключено. Такое может быть. Я просто здесь предвижу еще дополнительный коррелят, который мог бы возникнуть. Вот единственный способ получить информацию о такой воротах, что гуляние в день собаки приводит к появлению большего... Ну и собака – здоровая хуйня, которой надо много есть. Содержать собаку не так уж и дешево относительно, не так уж и дешево. Не как ребенка, конечно, но все же не самое дешевое, что можно себе вообразить – содержать собаку. Очень бедный человек вряд ли будет содержать собаку, из этого следует. Наверное, многие бедные люди не могут себе позволить содержать собаку. Наверное, в среднем владельцы собак более богаты, чем люди, у которых собаки и вообще домашних животных нет. Хотя могут быть исключения. Хоть раз в истории человечества кто-нибудь ставил такой эксперимент или нет. Ну и дальше на это ответ, какой может быть ответ у человека, который не рационально мыслит, что это древние знания, вообще наука не все знает, а докажите, что нет. Ну вот, например, вот так, стандартный набор. Да, хуя, она не рациональна, докажите, что нет. Наука может не до конца все знает. А наука до конца все знает? То есть, стоп. Убеждение нерационального человека заключается в том, что наука не все знает. Есть противоположное утверждение. Да, логически противоположное. Наука знает все. Оно рациональное, да? По-моему, ни один ученый не придерживается такого высказывания, согласно которому наука знает все. Вот видите, а там нужно кальточки кладить. Ну, бедные могут ее хуево кормить. Могут ее хуево кормить. Но в среднем, наверное, браузер мы столкнемся с некой такой закономерностью, что есть бедные, у которых есть собака, и много бедных, у которых нет собаки. А у людей побогаче, наверное, будут собаки. А может быть и кошки. Может быть и кошки. То кошки немножко сбивают статистику, правда, здесь. Ну ладно, я не знаю, какая статистика точно будет, но вполне возможно, она может быть даже позитивной, но по-другому коррелято. Там есть сердечки и какашечки. И ты выкладываешь оппоненту карточки, в зависимости от того, согласен ты с ним или нет. Ребюночка, какашечку кладу ей и говорю, смотрите. Я говорю, что вот эта какашечка, она приносит деньги. Вот, держите. Дайте еще, а то вам положу. Охрененно. Вот я с этим как хорошо делаю, да? Новые аргументы от сиентизма, слышали? Какашечки, аргумент какашечки. Докажите, что не так. Вот. Докажите, что не так. Ну, породистые собаки дорогие. То, что вы сейчас делаете, оно для меня не имеет никакого смысла. Ну, кстати, я бы так сказал, что вероятность того, что если вы выгуливаете свою породистую собаку в тот или иной день, у вас больше денег будет. Ну, то есть мы можем попытаться подтвердить это с помощью неправильно поставленного эксперимента. То есть, смотрите, взять людей, у которых есть породистые собаки, и взять людей, у которых собак вообще нет. Мы уже ускорили суп, выше нельзя. У собак вообще нет. И, скорее всего, люди, у которых есть породистые собаки, они и так получат больше. Выгуляют они их или нет, но все равно они получат их больше, потому что у них есть собаки. Как-то так. Вот то, что вы делаете для меня, не имеет никакого смысла. Вот мне кажется, что вот это вот как-то вот так нужно. Мне показалось, что она задумалась в этом момент, если честно. Вот я не думаю, что она изменит свою точку зрения, потому что вообще-то это большая проблема для людей, которые профессионально занимаются в какой-то сфере псевдонаучной, потому что для них это источник заработка. Ну, я занимаюсь псевдонаучной точкой, да, позицией. Я очень часто меняю мнение. То есть я очень часто меняю аргументацию, позиции часто меняю. При этом я тотальный мракобес при всем этом. Факт, собаки на улице бесплатные, можно их есть. И отказаться от своей профессии очень сложно и опасно. Я думаю, что на самом деле эволюционно даже могли бы сформироваться какие-то механизмы, препятствующие отказу. Кстати, этот аргумент можно применить против науки. Я его, кстати, применял против науки. Я его редко озвучиваю, но его можно применить против науки довольно легко. Вот у нас есть ученые, им трудно отказываться от своей науки, как раз потому, что они перестанут получать за это деньги. Это их профессия. Они не могут отказываться от тех суждений, которые гарантируют их квалификацию. То есть, если ученый будет скептиком, он не сможет поддерживать свою квалификацию, его вообще из науки нахрен выгонят. Поэтому ученый будет цепляться за те или иные убеждения. Он привязан к науке финансово. Он не может не иметь научных убеждений, потому что ему за эти убеждения буквально платят. Но он может их не иметь, ему придется их скрывать. А скрывать сложнее, чем иметь, так скажем. Проще иметь убеждения, чем скрывать, что ты имеешь другие убеждения, так скажем. И ввиду этого ученый практически всегда обязан, ну, в общем, соответствовать определенным вещам финансово. Жалко? Жалко. Заблуждение в том случае, если заблуждение, тем не менее, делает тебя более адаптивным популяцией. Ну да, вероятно. То есть, допустим, человек занимается... То есть, самое к науке применяется, и точно так же ее обезличивает и обесценивает, на самом деле. И гомеопатия, и он зарабатывает на этом деньги, и он должен тогда. Очень классно, приветствую, Абсолютр Гейст. Проблема заключается в том, что все суждения, связанные с наукой, с биологией в данном случае, в данной метафоре, они все применяются к науке в той же самой степени, что и ко всему остальному, дядя, прости. Прости, ты сам себя съел. Я понимаю, тяжело. Тяжело и вкусно. Как-то когнитивно в какой-то момент уверовать. Нет, даже если изначально он был просто шарватаном. Если он в это уверует, то он станет более эффективным в своем обмане, потому что тогда он не будет испытывать угрызение совести, он сможет заниматься этим спокойно, больше и так далее. Но это, на самом деле, то, что я сейчас говорю, не факт. Можно себе представить наоборот ситуацию, что намеренный мошенник может расширить прием некорректных мальтинаций, которые он использует в убеждении клиентов. Но, тем не менее, тем, где успокоение совести, наверное, какой-то такой когнитивный механизм мог бы существовать. Ну да, лучше верить, конечно. Я могу привести пример тебе со мной. Я долгое время, года три, наверное, занимался гипнотерапией. И, ну, нельзя сказать, что гипнотерапия – это прям вообще мракобесие, потому что есть даже исследования, которые вроде как доказывают, что она, например, эффективна для снижения болевого синдрома у людей с онкологическими заболеваниями. Но в целом это мракобесие. Ну, то есть, если вот говорить о большинстве приемов... Там же доходит до того, что не это гипнотерапия, и прямо онкологические заболевания. А, да, нет, ну это тоже вообще, да, я таким, конечно, не занимался. Вот, я был уже тогда, ну, психиатром начинающим, и мне нужно было выбрать какую-то психотерапию, и у меня просто выбор стоял между двумя. И они обе, потому что в Рязани, где я жил и учился, собственно, занимались и учили только этим двум специальностям. И я, естественно, сначала с одной позанимался, а потом перешел вот на гипноз, у меня как-то больше зашло. И в какой-то момент, вот, ты говоришь, что есть вот это вот стремление, должно быть это стремление эволюционное к тому, чтобы уверовать. У меня наоборот происходило. То есть я сначала... Ну я профессиональный мракобес, я считаю, браузер, и это круто. Да, у меня был прям такой запал, прям такой дофаминовый запал к тому, чтобы заниматься чем-то таким суперполезным, суперэффективным. Это же еще в Америке сейчас бум был последние 10 лет на регрессивный гипноз, вот когда работа с детскими травмами всякими там и так далее. И я думаю, ну нифига себе, вон в Америке, там они все приводят эти исследования, я до поры до времени просто не проверял, вот. А оказалось, что там исследования большая часть там 60-е годы, и там уровень доказательности вообще просто нижайший, ну помимо там парочки исследований. И я в какой-то момент понял, что, наверное, это хуйня. Но я как будто бы... Ну у меня возникло такое, знаешь, желание, типа все равно доказать себе, что нет, ну я же не мог заниматься так долго, ну типа я учился, я там потратил просто кучу денег, я учился у всех в России, и покупал какие-то западные материалы, читал все, переводил это все. Ну короче... Типичный врач, он же врач вроде, как он сказал, он вроде врач какой-то, да? Типичный врач в России, ну что вообще в мире, типичный врач. Это просто невероятное количество сил. И в какой-то момент я просто понял, ну нет, ну если типа сейчас идти, это вот прям идти, ну четко понимая, что это херня. И меня прям как отрубило. То есть я понял, что вот дальше я просто не смогу, потому что мне, ну будет стыдно, будет неприятно. И скорее всего, как, знаешь, как вот пояс не может остановиться, он по инерции двигается, вот мне казалось, что если я дальше пойду, то я уже потом, ну типа не остановлюсь. И я ушел, и я прям на самом деле счастлив, что я это в свое время сделал, и переключился на КПТ, собственно, и в общем на большую психиатрию. И сейчас проблема заключается в том, что я начинаю глубже изучать когнитивно-поведенческую терапию, и понимаю, что там тоже есть к чему доебаться. И это так меня, конечно, бесит. Какое у тебя, кстати, вообще отношение к психотерапии? Ну, я не могу сказать, что я настолько глубоко изучал психотерапию. Я знаю, что есть нормальные исследования в некоторых ее опластях. Ну, то есть некоторые исследования я читал, и у меня не было такого ощущения, что я читаю какую-то прям лажу. То есть для меня важно убедиться по дизайну исследований, что авторы вообще пытались что-то изучать, а не доказать что-то, во что они и так верят. Кстати, интересный момент. Вот как антипод, да. Вот есть, например, эта тема соционикой. Она меня почему-то постоянно всплывает. А что это такое идея? Соционикой это идея, потому что люди делятся на 16 типов. А, все, вспомнил. Ну, нет. Не всякая идея, где люди делятся на 16 типов, является соционикой. Начнем с этого, блядь! Ну, допустим, смотрите, я сейчас приведу вам систему, в которой люди делятся на 16 типов. Смотрите, все 16 типов. Кукичи, пупичи, чучичи, пупичи, рупичи, тупичи, сукичи, вупичи, мупичи, чучичи, кукичи, не знаю, не знаю, пукичи, так, не знаю, хукичи, рупичи, рупичи, так, мрупичи, мрупичи, и последний, не знаю, прупичи пусть будет. Вот 16 типов предложил делям людей, это не социоников. Абсолютер Гейст пишет, может, стоило продолжать развиваться в этой сфере и пытаться добиться результатов, а не забрасывать. А можно и так, да, абсолютер Гейст. Может быть, это и повлияло бы на что-то позитивное. Может быть, тогда бы гимнатическая вот эта терапия, она бы и развилась, и получила бы хорошего специалиста. То есть, исходя из того, какое определение Панчин дал соционике, мы очевидно видим, что он не понимает, о чем идет речь. Он не понимает, что он опровергает. Все. Конец. Зачем упомянул соционику? Непонятно. И эти типы, они предопределены, не меняются в течение жизни, и вот можно каждого человека протипировать, если правильно... Ну вот, пупичи, рупичи, тупичи, вот оно тоже протипируем, кого угодно, без проблем. Протипировать, то можно говорить о том, кто с кем совместим будет, как будут протекать отношения между двумя людьми, в зависимости от их типа, ну и так далее. И вот, что любопытно, очевидно, что исследовательский вопрос должен был бы начинаться с того, а сколько, если существует... Первое, существуют ли типы людей психологичные? Мы можем предлагать описательные модели для разных типов людей, вне зависимости от того, существуют они объективно или не существуют. Если та или иная теория в психологии дает тот или иной, не знаю, прогностический эффект, эффект какой-нибудь позитивный, положительный, позволяет что-то предсказать, с чем-то работать и делать что-то лучше или хуже, этого, в принципе, уже может быть достаточно. Поэтому вопрос о том, есть ли эти типы на самом деле или нет, он может быть не до конца, как бы сказать, основательным. Ну, например, все психологи, например, знают, что темпераментов четырех не существует в чистом виде. Но понятие темпераментов, как такие, знаете, рэперные точки определенные, вот они просто существуют. Есть определенные штуки, и мы можем усматривать, вот у нас темперамент один, темперамент два, темперамент три, темперамент четыре. При этом в чистом виде их нет. Но мы можем использовать данную систему делений, чтобы предсказывать там что-нибудь поведение, и это долгое время, такой подход, он существовал, и он вроде бы до сих пор еще существует. То есть мы можем пытаться смотреть, вот он флегматик, у него все медленно, он такой неторопливый, хотя вроде бы у него есть элементы какой-нибудь меланхолик, это грустный, тормознутый флегматик. Да, все дела. То есть здесь это просто допустимо. И если да, то сколько? То есть в психологии много таких подобных систем, как минимум было. Как минимум было много подобных систем. И вот была статья в Nature Human Behavior, где авторы пытались что-то похожее сделать, типа они брали разные шкалы, смотрели, можно ли кластеризовать людей по тому, насколько они скрелированы в психометрии по разным этим шкалам, и у них получилось, что в принципе с кучей оговорок, вот у них пять можно выделить кластеров людей, которые не соответствуют, естественно, никаким психотипам из каких-либо известных типологий, которые были придуманы из головы, в том числе соционики. И вот они дальше пишут, вот принц. Все типологии из головы придуманы, и методы из головы придуманы, и вот само исследование придумано из головы. Да, но тем не менее большинство людей, они как бы там где-то пограничены, ну в общем там много нюансов. Но видно, что авторы вот так вот поставили вопрос, типа если существуют типы людей, то как мы будем их искать? Если существуют типы людей, то какие критерии для отбора данных типов мы будем вообще использовать? Приветствую, Сергей. Может быть существуют такие типы людей, которые их позволяют разделять, я не знаю, по росту. Там, например, берем рост, берем рост людей, например, метр пятьдесят. Как ты относишься к классификации Гиппократа? Но она тесно связана со стихийным дискурсом. Для своего времени довольно интересная штука, нормально к ней отношусь. Хорошая, интересная философская штука в контексте эмпиризма. То есть гиппократики, ну, Секст Эмпирик, например, их описывает как философскую школу. Давайте так, да, как философская школа. Как философская школа гиппократики, у них было и практическое применение врачевания, и ряд околоэмпирических теорий. То есть гиппократ применил теорию стихий. И, ну, кстати, относительно вот той типологии, которая у нас тоже имеется, сангвиники, там вот эти вот, всякие вот эти вот, да, холерики, флегматики и меланхолики, это тоже со стихиями коррелирует напрямую. И вот это вот тоже стихийный дискурс, правда базирующийся на тех жидкостях, которые в организме тела протекают. Я вроде недавно это где-то объяснял. Я вроде недавно про это говорил уже Малику вроде бы в чате у нас в ВКонтакте. Ну, нормально отношусь, хорошая, интересная теория для своего времени, вообще класс. И давайте тогда попытаемся их посчитать и честно найти. Так, все зависит от критериев. Что значит честно найти? Ты думаешь, ты в психике найдешь пять каких-то штук или что? Ну, просто, мне просто интересно, а что он хочет? Ну, то есть, смотрите, вот у нас есть типы обработки информации, которые существуют в соционике. Кто, блядь, еще предлагает нам попытку оценить разные типы обработки информации? Вот охуенно пояснил, Сергей, охуенно пояснил. Я молодец, я крутой. Буквально пару предложений пояснил, нормально. Так вот, вы меня сбили, Серега, вы меня сбили. Не начнем с ответа, да, а начнем с вопроса. А тут как бы умозрительно люди приходят там с каких-то очень странных абстрактных соображений. А как ты знаешь, ты читал, ты смотрел, ну, ты как бы изучал, как они к этому приходят? Мне просто интересно. Может быть, те самые, я не помню, я не знаю, какие жидкости, которые используют в Средневековье, вы говорите. Речь идет про кровь, флегму, там, я не знаю, еще какую-то черную херню, которая с меланхолией ассоциируется. Ну, и вот такие жидкости. Должно быть 16 типов, и дальше они ищут этого подтверждения. Вот это, по-моему, вот это и есть наглядная такая демонстрация разности. Ну, как бы тебе сказать. Вообще соционика, как я понимаю, исходит из того, что у нас есть 4 категории, по которым мы начинаем оценивать людей. 4 возможных положения. 4 возможных, в общем-то, числа, там, не знаю, выражения. То есть мы можем быть, там, одним, другим, третьим, четвертым, пятым, шестым, да, там, нет, первым, вторым, или третьим и четвертым, например. И просто используются все возможные комбинации разных параметров, и их получается 16. Потом начинается проверка, есть ли люди, у которых та или иная комбинация вот этих вот качеств. Ну, например, какие у нас есть характеристики. У нас есть логика. Логика там, допустим, да, соревнования логики и интуиции, как я понимаю. Вот, допустим, логика интуиции. Одни люди больше опираются на логику, другие люди больше опираются на интуицию, допустим. Вот у нас уже есть как бы два параметра. К этому добавляется еще один комбинаторный фактор, в рамках которого мы, например, уже работаем с другой характеристикой. И это другая характеристика тоже, да. Вот, и получается куча разных комбинаций этих характеристик. Характеристики максимально базовые, максимально простые. Вот вам 16 категорий людей отсюда у нас получается. Живите с этим, радуйтесь. Ну, может, вы хотите сказать, что нет людей, которые опираются на интуицию. Или, может, хотите сказать, что нет людей, которые опираются на некую логику и здравый смысл, так скажем, да. Мы можем попробовать чисто терминологически поспорить, что некоторые вполне логичные люди опираются на интуицию. Можем попробовать как-то это опровернуть. Но тут надо просто понимать, о чем идет речь и по какому принципу берутся эти 16 типов. Эти 16 типов, они взяты из комбинаторики простых элементов. Они просто, блядь, мне нравится число 16, у меня день рождения 16 числа, давайте их будет 16 типов. То есть Панчин пытается это все довольно странно представить, и мне не нравится. Если кого-то делает, а обычно это очень. То есть следует своего подхода и попытки оправдать какую-то чушь. Ну, вера, собственно, да. Вера, да, да. Ты сразу знаешь ответ. Ну, знание, незнание для всех людей. Как по мне, из того, что я вообще слышал от наших гостей, с которыми мы беседовали, соционика это вполне хорошая теория в рамках психологии. Может быть, подтверждений у нее и мало, потому что на ней мало кто работает, и, может быть, хотелось бы, чтобы люди на ней поработали, обосновывали и так далее, так далее, и так далее. Но чисто по форме она впала... Это вполне хорошая психологическая теория. Не знаю, Адам, идея как идея. Ну, у меня просто все это получилось естественным образом, а у вас как-то... Вы хотите это сделать намеренно. У вас может из этого ничего не получиться. Ну, то есть, ну, бля, ну, че такое. Ну, как и Ламброза. Ну, у Ламброза просто... У него, кстати, как теория, у него хорошая теория у Ламброза. Слушайте. Просто она опровергнута. С соционикой? Ну, вот нихуя пока не опровергнута. Вы ее даже прочитать не можете. Ну, вот, по крайней мере, сам Панчин не может прочитать, даже соционику не понимает, блядь, как она работает. С Ламброза все сложнее, по крайней мере, потому что он привязывал всякие черты характера к физиологическим нашим проявлениям, и ввиду этого, ну, обосрался, и это было просто, очень проще проверить, чем не проверить. Это правильное слово-то использовал, вера. То же самое и вера. Заранее, значит, все сделал Бог. И поэтому я, или там, Библия – это источник знаний. И поэтому дальше, какие бы ни были научные факты, мы будем это интерпретировать через призму вот этой аксиомы. Да, и как будто даже это не аксиома, это константа какая-то. Вот это вот, да, то есть... Да, блядь, константа нахуй какая-то, безусловно. А сколько вы текстов по соционике прочитали? Ну, вот, есть какие-нибудь специалисты по соционике, которых вы видели? Вы читали научные статьи по соционике? Они вроде есть даже в позитивном ключе. Есть ли психологи, которые разрабатывали соционику? Вот в мире точно. Эволюция существует, как Бог сделал эволюцию. Даже если мы принимаем эволюцию. Вот. Но исследовательский подход, он не в этом. Он начинает с того, что мы не знаем, как происходит этот процесс. Мы не знаем. И давайте мы посмотрим, как мир устроен, предложим разные гипотезы. И посмотрим, какие гипотезы лучше мир описывает. И те гипотезы, которые лучше мир описывает, мы будем считать более вероятно правильными. Сто процентов. Не, это странно. Люди еще пытаются ведь, вот, как будто бы... Все, причем вот я даже себя вот могу к этому числу приравнять. Очень классно, если бы все было систематизировано. Ну, типа, есть какая-то страсть вот к тому, чтобы 12, 16, 6 и так далее, да? Вот какой-то, чтобы отнести себя, опять же, к какой-то группе людей. Найти в ней, может быть, что-то отрицательное. Но, может быть, что-то и положительное. И гордиться этим, как будто бы. Знаешь, как-то это используют. Или оправдывать какие-то свои поступки. Вот я ударил человека, ну, это потому, что у меня такой тип, я легко, я импульсивный и легко возбуждаюсь. Вот. Ну, я ударил человека, ну, похуй, у меня такие гены, ну, просто, блядь, да, я беру пизжу людей, приветствую алкоголик. Я просто пизжу людей, у меня гены такие, такая возбуждимость у меня, да, в мозгу такие у меня нейроны работают. Ну, вот просто бам, блядь, въебало, и все, нормально, у меня такой социальный тип. А чем вот это объяснение, которое я сейчас предложил, отличается от соционического? А, ну, гены есть, типа, да, соционики нет, окей. Просто соционика может описывать немножко другие аспекты, немножко с другой стороны. То есть те же самые генетические аспекты, кстати, про врожденность, что очень даже неплохо ложится. Ну, да, тоже про врожденность, вполне нормально работать с генетикой, про врожденность некоторых типов и все норма. Просто это заход с точки зрения психологии, может быть, а не биологии. В чем проблема? Вот, как бы это тоже может быть на самом деле, мне кажется, плохо. Ну да, но здесь, конечно, стоит оговориться, много психиатрического контента может свои импульсы сдерживать. Вот, а потому что очень часто с другой стороны бывает обесценивание от врачей, близких, что как же ты вот не можешь... Спасибо. ...депрессии, например, что человек не может с кровати встать, да? Да, я говорил про самых нормальных людей без... Да, 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 конечно, я понял, я понял. Так они и так и делают, браузер Омега. Проблема заключается в том, что Панчин изображает позиции своих оппонентов, как будто писатели фанфиков описывают своих персонажей. В этом проблема. Панчин не хочет разбираться в позициях своих основных оппонентов. Никогда. Вот, вот, нет ни одной такой позиции оппонента Панчина, неважно, насколько правы эти оппоненты и не правы, возможно, они реально мракобесы и дураки, да? Но вот ни разу Панчин не попал, понимаете? Ни разу, в общем, он не выстрелил куда нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок